...курс основной суприологии, и эти люди, в принципе, мы даем удостоверение о том, что они имеют право чтения самостоятельных лекций. Ну, какая-никакая бумага есть, не сказать, по крайней мере, тушь клеет, вот, хотя, в принципе, могут люди и, ну, естественно, и сами ходить, любой человек, имеющий низшее образование, он имеет право преподавать, в общем-то, знаете об этом, да? Вот. Система подготовки преподавателей по методу Шичко тоже у нас такая, что люди проходят курс, люди посещают семинары, и по рекомендации руководителей клумбов, руководителей делегаций, либо по рекомендации членов Международной ассоциации психоаналитиков, под их ответственность мы им тоже даем такие бумаги, что они имеют право проведения самостоятельных лекций. Кто у нас член Международной ассоциации психоаналитиков? Поднимите руки, встаньте вообще, чтобы посмотрели, кто из присутствующих. Раз, два. Ну, они еще есть, они просто... Я пчелся. Спят. Нет-нет, они просто там, я видел, сейчас подойдет большая толпа, сплошные, все, ну, ладно. Значит, можно будет с ними договориться, если вы так знакомы, под их ответственность мы выдаем вот такие удостоверения. Ну, а сейчас, что касается цепиологии. Как я уже говорил, важнейшая идеологическая борьба идет между борьбой с пьянством и борьбой за трезвие. Причем любыми способами всех нас пытаются свернуть на борьбу с пьянством. Мафия, она бы все сделала, если бы вот весь этот слет сейчас вышел и сказал, пьянству бой. О, боже, ребята, нас бы на руках отсюда вынесли, понимаете, если бы мы сказали пьянством бой. А если мы говорим о алкогольной мафии, будет тут, как говорится, совсем-совсем другое дело. И вообще говоря, за любым действием, за любым призывом, за любым фразой, всегда можно рассмотреть, к чему относится эта фраза. Либо к сабриологии, к борьбе за трезвость, либо к борьбе с пьянством и алкоголизмом. Ну, давайте, для примера, несколько фраз разберем типичных лозунгов. Человек едет на машине и видит огромный плакат. Не пей за рулем. Это какой, как вы думаете, это от трезвости или это от мафии какой-то плакат? От мафии. Откуда? От мафии. От мафии. То есть суть-то в чем? За рулем не пей, вообще-то пей, ну как пей, да пей, но ты за рулем не пей, понимаете. Пей, да дело разумеет. Слышали такое? Да. Да, на самом деле. А вот вино скотинет и зверит человека, Достоевский. Это откуда? Это уже за трезвость. Понимаете? Вот любые, любые фразы, любые действия. Ну вот я более острую тему подниму. Дать рекламу о том, что избавляю от алкогольной и табачной зависимости. Как вы думаете, это откуда? От борьбы с пьянством или это от борьбы за трезвость? От борьбы с пьянством. Это борьба с пьянством. Это борьба с пьянством. Понимаете? Это борьба с пьянством на самом деле. Это очень вредно. Это занятие антинаучное, вредно и преступно. А пришел к тебе человек и говорит, Христа ради помоги. Не могу больше. Помоги стать трезвым. Ну хорошо, давай. Раз ты пришел, я тебе помогу. Это за трезвость или это с пьянством? За трезвость. Это за трезвость. То есть в любом случае человек сам осознал, что ему надо стать трезвым. Понимаете? Он уже пришел за помощью стать трезвым. Мы ему помогли по методу Шичко или как-то там. Просто добрым словом даже кому-то прямо сказал. И все, и человек. Вот один монах, я видел. Он шел, к нему бомж подошел и начал на него деньги просить. Деньги просить. Ну а монаха откуда деньги? Ну а бомж просто страшный такой. Ну видно, что к нему и подойти-то страшно. Запад, и все. Он на него посмотрел. Подошел к нему, обнял его. И говорит, я знаю, чего тебе надо. Живи трезво. И перекрестил его. И бомж отошел и заплакал, понимаете? И заплакал. Не дал ни рубля, ни копейки, ничего. Просто вот его по-человечески как-то раз. Живи трезво. Трезво. Человек обстанешь. Кончай преступление перед Богом травить. Творить. Могу? Ой, спасибо большое. Я по поводу заявления к концу занятий подойду. Там Сережа. Вот Сережа здесь. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще какие-то есть примеры? В общем. Вот ко мне очень часто приезжают. Очень часто приезжают люди. Ну, в интернете висит объявление, что Жданов там в Москве проводит курс по методу шучкубейца, по восстановлению зрения и так далее. Ну, а все хотят повидаться и посмотреть. Вы знаете, вот сплошь и рядом приезжают женщины. Ну, видно, что женщина вся восторженная. Она вся вот людям себя хочет отдать. Владимир Георгиевич, я вот у меня реабилитационный центр. Я там, значит, помогаю пьяницам, алкоголикам. Я там то-то, то-то. Вот-вот-вот-вот-вот. Я вот такая вот и все. Я на нее смотрю, я говорю, вы, наверное, хотите, чтобы я вас похвалил или правду сказал? Она так обешивает. Все, я же всюду хвалю, понимаете? Я же всюду хвалю, я же всю пример ставлю, кардинам представляю. Я говорю, так вас надо похвалить или правду сказать? Ну, ну, правду сказать. Я говорю, ну, делом-то вы занимаетесь, а не тем не занимаетесь. Вот если бы приехали и сказали, Владимир Георгиевич, я 120 лекций прочитала для молодежи. У меня там такая-то ячейка трезвых ребятишек появилась и так далее. С родителями работаю, с учителями. Вот если бы всю энергию туда вот направить, ну, тут бы я, конечно, вас сам бы на руках. Вот так вы занимаетесь, на мафию работаете, понимаете? Создали медвотрезвитель. Кто это придумал? Как вы думаете, мафия или это борьба за трезвость? Медвотрезвитель. Ну, вроде бы отрезвлять и называется вытрезвитель, понимаете? Но это же мафия, 100% мафия. Ее задача любым способом убрать последствия алкоголизации с улиц глаз людей, чтобы люди не одумались, чтобы люди не задумались, кто же это все устроил, понимаете, безобразие. Все время вмешается, что сами виноваты, сами дураки. Пьете, пить не умеете. Вот научитесь, научитесь. У нас, когда в Академгородке, в 83-м году началось массовое трезвенческое движение, мой хороший друг Секелин Владимир Ильич, он в институте работал, в научно-сердском, и там начал пропаганду, газеты, материалы угловые и прочего, а это шло в разрез свиньей партии, которая, так сказать, на культурное питье была направлена в 83-м году. И его взяли и прищучили. И сказали, что ты тут баламутишь, народ, что ты тут? Ты хоть, так сказать, трезвый, трезвый. Ну вот иди, борись с конкретным носителем зла. Вот так ему сказали. Вот иди, борись с конкретным носителем зла. И его определили в комиссию по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Кстати, при советской власти, когда началось массовое спаивание, последствия стали очевидны, что этого нельзя. И создали в каждом районе, в каждом районе, создавили комиссию по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В каждом районе. Причем эту комиссию обязательно восполнял зам председателя райисполкома, который одновременно отвечал за торговлю алкоголем. Он отвечал за торговлю алкоголем. А второй у него чип был, он председатель комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Более того, эти комиссии создали на всех предприятиях. Во всех учреждениях была комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Шла борьба. О, мафия разработала. Представьте, у него даже мысли не возникало, что чем вы занимаетесь, люди. И вот его воткнули в эту комиссию. Вот давай ими, а на предприятии эту комиссию замдиректора. Обязательно возглавлял замдиректора. Ну вот собирается комиссия. Пришел Секерин. Сел. Ну тут пока все собираются. Он говорит, ребята, так вы же все пьете? Они говорят, пьем. Пьем как? Как же? Конечно пьем. Ага. А как же вы пьете, а с пьянством-то будете бороться? Как вы? Каким образом? А, сейчас я покажу. Давай, заводи очередного. Заводят очередного рабочего из цеха. Молодой парень, вытрезвитель по нам. Плачет. Заходит, натурально плачет. А почему? Да потому что у них есть возможность снять его с очереди на квартиру. А у него жена беременная. Понимаете? Для него это, ну все. Хоть вешаться, понимаете? Он плачет, молит. Ребята, ну пощадите. Ну уж не решайте всего там. Я исправлюсь. И т.д. Ага. Ну ладно. Замдиректора. Ну чего с ним будем делать? Какие будут мнения? Ну все так задумались, в общем-то. Люди-то все равно же не понимают, что это такое. А Сидерин, он такой задиристный. Он говорит, слушай замдиректора, они с ним на ты. Слушай, так ты же тоже пьешь. Он говорит, пью. А ты почему ни разу в вытрезвитель у нас не попал? Он говорит, ну как же, ну я умею пить. О, пиши резолюцию. Прикрепить этого пьяницу персонально к замдиректора. Пусть научит. Ну пусть научит пить, понимаете? Ну сам же умеет так. Ну научи ты пить. Все, и проблемы вы не решили. Понимаете? Научить-то ведь невозможно. Это же наркотик. Правда у каждого. У каждого здесь своя судьба. Кстати, все люди, употребляющие алкоголь, для них алкоголь святое. Вот поверьте, для них алкоголь, на него даже подумать плохо нельзя. Вот у меня. Я жил на восьмом этаже, а на седьмом этаже жил сосед шофер. У него каждую пятницу вечером и на ночь был день шофера. Он все свои стрессы снимал за неделю, так сказать. Всю ночь с пятницы на субботу летали гантели у него по квартире. И семья бегала по всему подъезду, прятала. Ну, стресс-то, человек снимал, понимаете? А 12 квартир вокруг, всех вот так колотило. И как-то он в отрезвитель попал. Этот же попал в отрезвитель. И я в лифт захожу, и он за водку вместе едем вверх. Я его взял так за водки. Я говорю, сколько ты будешь издеваться над себе и над людьми? Ты когда эту водку жрать-то перестанешь? Он совершенно не удовлетворяет, говорит, а при чем тут водка? Я говорю, да ты же в отрезвитель попал, ты когда эту водку жрать-то перестанешь. Он говорит, а при чем здесь водка? Я говорю, ну как при чем? Человек, почему попал в отрезвитель? Я говорю, водки? Не, водка тут ни при чем. Жена сволочи. Как сволочи? Ментов вызвала. Менты сволочи забрали, понимаете? Я же каждый раз в отрезвитель не попадаю. Водка не, не, водка тут ни при чем. Тут жена сволочи, менты сволочи оказали. Его в отрезвитель забрали, понимаете? Но мысли даже нет, что во всем этом виноват алкоголь. Чувствуете, как вот психику у человека разрушает именно вот этот наркотический яд? Поэтому наша задача из любого действия, которое нам навязывают, взять и понять, что это работает. Если это работает на мафию, то значит этим заниматься не надо. Не надо. А если это работает на трезвость, ну значит наша ниша. Мы должны надо. С пьянством борется очень много. У нас наркологов куча, с пьянством борются, понимаете? На предприятиях с пьянством борются, там всякие прочие. Милиция с пьянством борется. Так кто только с пьянством не борется, а пьянство растет. А пьянство растет. Я вам помню, рисовал график алкоголепотребления в России и СССР. И вот начиная с 60-го года пьянство пошло вверх. И в 80-м году достигло 12 литров, а здесь было 6 литров. Так ведь постоянно принимались постановления по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Постоянно. В 64-м году постановление по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Пьянство алкоголизм даже не заметил. Пошел и лезет вверх. Постановление 72-го года, жесточайшее. Только продавать в маленьких бутылочках, только с закуской, только там... А пьянство даже не замечается, но растет и растет. В 78-м году мощнейшее постановление опять по борьбе с пьянством, а пьянство растет. И только в 85-м году приняли постановление не по борьбе с пьянством, а приняли постановление, назвали его так. О преодолении пьянства и борьбе за трезвый образ жизни. Впервые и сразу пьянство ух-ха-мухнуло вниз, понимаете? Потому что гектор был направлен на борьбу за трезвость. Впервые было сказано, что трезвость это норма жизни нормального человека. Впервые в постановлении я моей рукой была написана фраза, что запретить пропаганду культурного пьянства, как антинаучной лживой теории, провоцирующей пьянство и так далее. Взяли курс на борьбу и сразу пошло отрезвление. Сразу пошло отрезвление. Поэтому здесь еще раз говорю, наша с вами задача, и не дай Бог, не попасться на эту удочку. А попасться очень легко. Очень легко. Вот Юрий Александрович Ливин, царство его небесное, председатель клубов-оптималистов. У него был клуб трезвости, подмосковный оптималист. В подвале они находились там долгое время и еле-еле сводили концы с концами. Но все равно люди в клуб ходили и все. И тут к нему приехал один деятель из Екатеринбурга, который говорит, что ты тут концы с концами сводишь? Ты займись наркоманами, ты тебя золотят, если ты наркоманами займешься и так далее. Тот говорит, а как я займюсь? А очень просто. Давай, напишем плакат 6 на 8. Огромный. Наркомания победима. И твой телефон дадим. Ты сразу увидишь, что все изменится, ну просто, с точной нарком. И они повесили этот плакат. На следующий день к нему впервые в жизни в клуб приехал вице-мэр города. Вице-мэр города. И спрашивают, что действительно наркомания победима? Он говорит, ну да, на плакате же написано, победима. Слушай, ради богу, эти наркоманы уже вот здесь у нас сидят. Хоть кто-то бы что-то. 100 тысяч ему дает, это еще деньги сильные были. На, борись, борись с наркоманами. С наркоманами борись, так сказать, все только с алкогольной мафией. И с наркомафией не трогай, а вот с наркоманами борись. Ага, ну а вон такой у нас человек-то, Гитрый Ленин, ага. Он, значит, раз, через неделю опять к нему приходит, говорит, слушай, мне тут надо вот тот, а тот. Тот ему 300 тысяч. Сразу, без всяких расписок, без него. На, иди, борись. Из Екатеринбурга надо нам, говорит, привезти трех бывших наркоманов, чтобы они нашим наркоманам мозги тут вправили. Ну а еще денег, вези, ну раз, раз, и он в клуб привез трех наркоманов из Екатеринбурга, бывших. И они на его клубе устроили клуб наркоманов городских, от этого, Красногорска. Все наркоманы туда сбежались, там весело, там будет здорово, там они все курят, пьют. Чем закончилось, я вам скажу, один из приезжих наркоманов из Екатеринбурга, от перенозировки прямо у него в этой самой, в этом клубе и скончался. Ну, на этом все закончилось, понимаете? А как начиналось-то здорово. Да на тебе денег, на, борись, ну вы жижите. Ты только не лезь, в политику не лезь. А алкоголь, наркотики, это политика, политика страшная. Вот, я сегодня видите в другой рубахе, вот общее дело написано, мы вне политики. Как можно быть вне политики, борясь с мафией алкоголя? Вы знаете, что такое политика? Политика это любое действие, которое затрагивает интересы миллионов людей. Вот это все политика, вот все, что затрагивает интересы миллионов людей, это и есть политика. И самая страшная политика это алкогольная политика, наркополитика, а есть еще политика, вот резвление, да, антиалкогольная политика. У нас, к сожалению, мы говорим, пишем письма там, пробуем, требуем. Мы как-то с Григорием Ивановичем, где он, Григорий Иванович, наш дорогой? И кто был задерживающим? Задерживают его. Сели и написали программу первоочередных мер государственной антиалкогольной политики. Ну, на основе наших идей мы взяли ее и написали эту программу. И послали ее президенту, премьер-министру, ну, всем, кого можно, послали. Ноль ответ, ноль ответ. Никто не ответил на нашу программу, никто не ответил. Хотя программа отлично, все-все расписали, как, что делать и так далее. Тогда, Владимир Вальтович Куркин, встаньте, пожалуйста, давайте похлопаем этому великому человеку. Он у нас был депутат Камчатского Совета Народных Депутатов, причем мало был председателем комитета по экологии. Он взял эту программу и на своем комитете по экологии обсудил и рекомендовал Камчатскому областному совету обратиться ко всем другим советам, чтобы эту программу поддержать. И совет Камчатский обратился. Уже не мы обратились, а Камчатский областной совет обратился ко всем советам и прочим там субъектам федерации поддержать нашу программу. 36 субъектов федерации поддержали нашу программу. А если больше 30, Дума обязана принять рассмотрение. Дума приняла рассмотрение у нас проекта, вот этот зам. Кто автор? Жданов. Хорошо, значит, сейчас мы его делаем экспертом Государственной Думы. Ну раз, он автор этого проекта. Делают меня экспертом. Я прихожу. А в Государственной Думе есть комитет по экономической политике и предпринимательству. А при нем подкомитет по алкогольной политике. И вот меня в этот подкомитет, как говорится, вот этим экспертом и записали. Я прихожу в этот подкомитет, а там парень, секретарь этого подкомитета. Но наш просто человек в доску. То есть все, он там, вот там все мои мельцы. Ну, молодой парень, но он ваш. А председатель комитета, бывший директор фабрики Госзнака в городе Пермин. Вот я к нему прихожу, к этому председателю. И начинаю ему в мозге говорить, что надо, в общем-то, сменить вектор неиспьянством и не алкогольное. А перхантиалкогольная политика. И что за трезвость надо и так далее. Ну, он меня слушает, соглашается. Вот это вообще рождение. Человек соглашается, все. Ну, говорю, давайте соберем подкомитет. За три года не могли собрать этот подкомитет вообще. Там около 30 депутатов. Все они бывшие хозяева пивных, водочных, винных и прочих предприятий. Все 30. То есть ни одного из них. Как вы думаете, какую политику они будут в государстве вести? В чьих интересах? В интересах здоровья населения или в интересах своего собственного кармана? Ну, конечно, во всем мире представители капитала алкогольного, табачного, на пушечный выстрел их не подпускают ни к какой-то творческой деятельности. А у нас при Ельцине все это было отдано им на открою. Понятно, что они и творили, что хотели. Понятно, что еще бы немножко, не углов бы, то нам бы уже конец бы пришел, как индейцы. Нам судьбу индейцев уготовили сразу. А вот как индейцы, с лица земли алкоголя мы их сотрем и все. Тут уже разберемся, кому что. Кому Сибирь, кому север, кому юг. Так что я еще раз говорю, соратники, это не пустые разговоры. Это не пустые, это наука. А если без науки чем-то заниматься, без научной основы, то можно уйти бог знает куда. То есть решать проблему без науки сейчас просто невозможно. Невозможно. И я говорю, любое наше действие мы должны согласиться. Тем ли мы занимаемся или не делаем. Вот скажем, по методу Шичко помогать людям восстановить зрение. Это борьба за трезвость или это борьба с пьянством и алкоголизмом? Как вы думаете? За трезвость, конечно. Борьба за трезвость. Потому что мой курс, который я имею в виду, он на 70% антиалкогольный трезвенческий курс. И я ставлю себе задачу не только, чтобы люди там очки сняли, а ставлю задачу, чтобы они оттуда трезвыми вышли из этого курса. Чтобы они проблему поняли, а не глаза, чтобы открыли. Вы знаете, первое я поначалу собирал обязательно отзывы о курсе. Ну как-то вот так было принято. На последнем занятии я говорю, так, вам домашнее задание написать отзыв о занятиях. Допустим, там, 7 дней, которые. Вот что вам дали 7 дней, которые выходили на наш курс. Вы знаете, мне поначалу даже как-то было обидно. Ну как-то вот я недопонимал. Отзыв пишем. Владимир Геевич, огромное вам спасибо. Открыли нам глаза. Да что ж творится у нас в стране. Да 5-е, 10-е. Да надо бороться. Да надо, да, 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 5-е, да, да. В общем, р-р-р-р-р-р. А в конце маленькая приписочка. У меня изменя было плюс 2. Сегодня 6-й день занятий. Я пишу этот отзыв без очков. И за это вам тоже спасибо. И за это тоже спасибо. Понимаете, что я пишу его без очков. То есть, оказывается, для людей, да, очки, очки, глаза, но то, что, в общем, на место поставить сознание и перестать совестью мучиться. Понимаете, любой человек пивший, он мучается совестью. Он понимает, что не по-божески живет. А это очень сложно, когда человек постоянно нарушает Божьи эти заповеди. Ну и ясно. А тут вот раз ему вдруг показывают. Ребята, так вот же она же. Вот почему мы пригласили Ефимова сюда? Вы знаете, Ефимов это тоже один из немногих людей, слушая которого люди становятся трезвыми. Понимаете, я многих встречал людей, многих, которые говорят, да, вот я Ефимова посмотрел лекции, послушал лекции и все, и стал трезвым человеком. Да, стал трезвым человеком. Это вообще велика искусства, я вам скажу. Вот как человека взять и... Извините, я отключу, телефон не отключу. Чтобы человек стал трезвым, а трезвым. И вот здесь вот вторая очень важная вещь, которую мы тоже с вами, как я считаю, должны понимать. А какова мотивация человека на сегодняшний день, чтобы вести трезвый образ жизни? Вот какая мотивация? Вот мы как-то собрались на Сенеже. Ну, был оптималист, проводил свой очередной слет в августе. Ну и приехала, народу было немного там, ну, сели за стол так, за крупный человек, 20. Ну, Владимир Николаевич, давай, расскажи нам что-нибудь. Я говорю, давайте мы сделаем так. Давайте мы сейчас поговорим серьезно, вот на какую тему. Спрашивал-ка Тепова. Вот ты живешь трезво. Да, сколько? Вот уже там 25 лет. Я говорю, а почему ты трезво живешь? Вот объясни, почему вот ты живешь трезво? Почему ты на праздник не пьешь? Ведь вон оно, засыпано все супермаркеты. Такого обилия разнообразия алкоголя, я вам скажу, при советской власти даже не снилось никому. В магазине стояло что? Водка, вино, крепленное пиво. Вообще было не достать. Вот у тебя был выбор. Водка, вино, понимаете? А сейчас, что там творится? Там же магазины тысячи наименований. Вот почему не пьешь? Ну вот я там, то есть все. В общем, всех опросили. И в конце концов, выяснили. Единственная причина, почему люди ведут трезвую жизнь, это патриотизм. Вы понимаете, вот это единственное, что человека заставляет, даже не здоровья. Особенно молодого человека. Ну какая проблема у молодого человека со здоровьем? Когда молодежь анкетируешь, что ты поставишь на первое место, что на второе в жизни? Здоровье на семнадцатом месте у молодого человека. Он про него не думает. Оно есть ему и не думает. А первое место это что? Успех, ну где машина, успех у девочек, вот мальчиков. Ну то есть вот это их главные вещи. То есть здоровье здесь вообще на десятое место. А вот Родина, да, Родина у всех. И вы знаете, вот это чувство любви к Родине, особенно у русских людей, оно просто его истинно не возможно. Никак не возможно. Ни этой системы образования, ничем. Мне нравится Пушкин, представляете, в 14 лет написать вот такие стихи. Мой друг отчизни посвятим, души прекрасные поры. А это в каждом 14-летнем подростке живет. И вот разбудить эту струну, понимаете? И понять ему сказать, вот Варанкин Владимир Владимирович, где он, кстати, тоже? Нету, занимаются там организацией. Вот. Он и выходит, когда со школьниками разговаривают, он и говорит. Ребята, вы поймите, что патриотизм, это не когда вот по телевизору смотришь этот, понимаете, футбол, гол забили. И рубаху рвут, орут, кричат. Это не патриотизм. Это квасной патриотизм, я называю. Человек сидит, квасит это пиво. И вот ему задержанное пиво. Валерий Владимирович, вы вот сказали, единственная причина, и потом назвали одно слово, а не явно, а не девушку не расслышали. А потом, когда стали разговаривать, вы говорили, что это родина, вы сказали. Конечно, родина, конечно. Спасибо. Родина, конечно. Понимаете, вот эту струну, если разбудить, то здесь, да, она загребит человека. И вот он выходит в Арангин и говорит, сейчас патриот не тот, который, а патриот, который понимает, что страну губят вот этим ягодом. И понимает, что самое важное для его родины, это его мозги, его здоровье, его силы, его энергия. А если он ее ударит в эту сторону, ну тогда все, что же, что тогда от страны останется? И что детям? Да, вопрос? Извините, я не перебил никакого возраста, я, Саша, сейчас запас на счет патриотики, в принципе, я заслужил в армию, вот, сейчас я получу, что я на какой этап жизни, я никому как-нибудь так не нужен. Вы информация мне подходит, министерство обороны не интересуется, вот, на какой этап я встал авторизатористов? Я пришел к бацану, нашел группу, пришел руководит мне, говорю, помогите мне жить резво, пожалуйста. Вот, я пришел к этому сознательному, благодаря ей и наоборот, я пришел сюда, я с вами полностью солидарен, я на вашей аренции, я, я твою первую шагу, я просто резвость, я с вами, объясните, пожалуйста, в чем заключается, где ты, 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 своего руководителя? Я, значит, еще раз хочу сказать, понимаете, любая информация о том, что алкоголизм, наркомания, болезни, любая информация, что есть люди, которые спокойно вылечат от этого, это информация, которая работает в первую очередь на кого? На молодежь, на молодежь, иди пей, ну, что ты боишься, ну, иди пей, ну, сопьешься, вон, пойдешь, тебя прошичкуют, и все, и будешь снова трезвым, понимаете? И он идет и пьет, иди, укалейся, что ты боишься? Вон, целые клиники от наркомании, лечат людей, вроде бы, казалось, оказывается, никто не лечит, здесь лечения нет. Вы сами пришли, вы пришли ко мне, говорите, помогите, Владимир Владимирович, хорошо, это ваше решение, вы пришли за трезвостью, чтобы я поделился с вами, да, в этой трезвости. Но если я даю широкую рекламу, что я вот такой вот замечательный человек, который всем помогает избавиться от алкогольной зависимости, ну, это на мафию работает, в мафии она с удовольствием, она готова всем алкашам помочь, так сказать, избавиться от алкогольной зависимости. Потому что для них алкаши тоже, понимаете, это же отходы, понимаете, им же важно, чтобы молодежь, им же важно, чтобы народ пил, а алкаши, ну, вот надо их спрятать, вытрезвить их туда и туда-сюда, растолкать, чтобы не видел. Поэтому я и говорю, что вот широкая реклама, ну, почему в свое время ушли от курсов по избавлению от алкогольной и табачной зависимости? Мы от них ушли сознательно. Я первым начал в курсе, так сказать, там, оздоровления, там, правильного питания и табачной по методу шичковой. Вот зрение, это жилон, понимаете, зрение всем нужно. Избавить человека от алкогольной зависимости, который пришел и хочет и просит, это вообще тьфу, это ничто. Он уже созрел, друзья, ему только надо, ну, мозги на место поставили все. А вы постоянно попробуйте избавить от алкогольной зависимости культурно пьющего человека. Это самая сильнейшая зависимость к культуропедействия, это самая сильнейшая алкогольная зависимость. Он приходит на курсы по зрению, он даже еще и не знает, что он алкоголизм, зависимый человек. Кстати, насчет алкоголизма. Современная трактовка, у нас есть такой Цезарь Короленко, доктор наук, нарколог, психиатр в Новосибирске. Он дал, я считаю, совершенно разумную классификацию алкоголизма. Он пишет, что существует две стадии алкоголизма. Две. Первая стадия, это психологическая зависимость человека от алкоголя. Эта стадия самая тяжелая и характеризуется очень простой фразой. Как это так на Новый год без шампанского? Это алкоголик первой стадии, у него психологическая зависимость от алкоголя. Отберите у него на Новый год бутылку шампанского, он будет страдать больше, чем у алкоголика водку отберешь. Понимаете, ну как это так на Новый год без шампанска? Это зависимость, это психологическая зависимость от алкоголя. А вторая стадия, это уже физическая зависимость, когда похмелье, когда ужинал. И так, все, вот две стадии. И тот, и другой алкоголик. Мне понравился углов в свое время, ему такой вопрос задали. Он где-то был в каком-то городе, собрали журналистов. И вроде там слово за слово один говорит, вы можете алкоголика от не алкоголика отмечить углов. Он говорит, ну могу, конечно. Ну а вот сколько вы среди нас журналистов, вот сколько у нас алкоголиков, как вы можете назвать? Да, он посмотрел, Федор Георгиевич улыбнулся, говорит, да все вы ребята здесь алкоголики. Как это бежущее оборудование? Как это вы так там типа оскорбляете? Он говорит, ну вот, пожалуйста. Психологическая зависимость, это самая тяжелая зависимость. От нее избавить тяжелее всего человека. Проще уже от физической, когда человек понимает, что он гибнет, да. Ну тут уже от этого. И люди, приходящие, скажем, на курсы по зрению, даже поначалу их не знают. Некоторые даже сопротивляют, что это про алкоголь, что это я, меня это не касается, все. А я говорю, все делают, все пишут. Касается, не касается, пишите. Пишите, что алкоголь я. Пишите, что табак я. А потом он в горло не лезет, понимаете? На седьмой день он уже в горло не лезет. Уже один у меня был, говорит, я раньше ходил, а теперь, говорит, ты тут смотрю пивная. Я, говорит, я его так вот боком обхожу, даже нюхом не нюхать этого права. Поэтому я еще раз говорю, ваш руководитель, если он вам помог, это прекрасно. Вы к нему пришли прекрасно. Нашли. Но если он это делает широкую рекламу, с целью, а, зарабатывания денег себе, ну понятно. Я говорю, ну первое, да. А второе, он просто, ну это просто вредит он в обществе. Потому что он создает в обществе иллюзию, что можно вылечить. Можно вылечить, вылечить невозможно. Это не полезно. Все, мы это знаем. Значит, алкогольная мафия, она придумала огромное количество мифов. Мы их так и называем, мифы алкогольной мафии. И, собственно говоря, вся задача саприологии, это разоблачить эти мифы в умах людей. То есть, понять, что это миф, который вдалкивается до того, чтобы они пили. Понять, вот что вы пили, пили и пили. Ну, мифов этих множество, множество мифов. Ну, значит, какие мифы основные, в общем-то, так, если мы по ним пойдем. Ну, первый миф, первый миф, это, конечно, миф о том, что если вы пили все культурно и пили бы все уверенно, то тогда бы пьянства, алкоголизма не было. Вы знаете этот миф, да? Я по зрению его специально. Понимаете, вот пили бы все, но все. Пили бы все культурно. Пили бы все умеют. Пьянство бы, алкоголизм не было. На самом деле, алкоголь это самый опасный наркотик. И любая наркомания, в конце концов, человек, чтобы получить тот же уровень эйфории. А вы знаете, что такое эйфория алкогольная? Это убийство мозга. Когда у человека гибнут клетки мозга, по любой причине, он испытывает предсмертное какое-то вот состояние, а понимаете, аж ха-ха-ха, хи-хи-хи и прочее. Причем эту эйфорию алкогольную можно добиться любым способом. Алкоголь, да. Закупориваются клетки мозга, кислородная голода, это эйфория. Высокогорная эйфория. Все первые попытки на воздушном шаре взлететь выше 7 километров, все заканчивались смертью этих астронавтов. Причем смерть совершенно. То он выпрямляет сам из кабины, вниз разобьется. Наконец, один раз шар сел, и все герои, мертвых, в таких вот веселых позах, улыбающихся, а один остался жив. Но он был очень опытный человек. И он говорит, на рубеже вот 7 километров, я вдруг почувствовал какое-то такое необъяснимое веселье, какую-то этот самый эйфорию почувствовал. И поняв, что это какая-то, ну, что-то необычное, он сумел на себя одеть в кислородную маску. А все трое, один, и они все... И когда он прилетел, и они назад, и вот, и тут ученые поняли, да, эйфория, и люди совершают совершенно безумные поступки от этой эйфории. Есть глубокободная эйфория, кислородная болезнь. Водолаза вытаскивают быстро, закипает газот в крови, закупорили ветки. У него тоже... А он, когда его быстро понимают, некоторые берет прямо ножиком шланги отрезает и идет купаться, помирать, так сказать, все дураком становится, понимаете. Это эйфория. В петлю залезли. Вот все, кто в петлю лазили, они все снова хотят в петлю, потому что какое-то вот ощущение, ощущение необычное в этой петле сейчас ощущали. Эйфория. Все, ну, а это алкогольная эйфория, все то же самое. Поэтому, чтобы получить определенный уровень эйфории, любой наркоман, а алкоголик, если не наркоман, он каждый раз должен чуть-чуть увеличивать дозу. Увеличить, увеличить, ну и понятно, ну это наркотик, это закон наркомания. Поэтому удержаться на этой невозможно никому. Кстати, еще раз. Все люди на земле делятся на две части. Трезвенькие, которые принципиально не употребляют алкоголь, знают, что это яд. И люди пьющие. И люди пьющие. И причем между этими людьми пропасть. Вот пропасть, она вот такая пропасть, понимаете. Люди трезвые, пьющие, чем они отличаются? Они все убеждены, что надо пить. Более того, всюду всем говорят, что надо пить. Надо пить культурно, надо пить по праздникам, надо пить только хорошие вины, надо пить, надо пить. Вот у них фрифрен, надо, надо пить. А что говорят люди трезвенники? Они всюду говорят, надо жить трезво. Надо жить трезво. Вот между ними разница. Причем, если человек один раз в год поднимается уже с шампанским, он уже здесь, он уже там пивщик. Чтобы ему на это пропасть, это нужна какая-то, какой-то мозг положить, чтобы он перешел на трезвый, на этот трезвый образ жизни. Значит, следующий миф. Миф. Уберете алкоголь, начнут люди травиться более серьезными наркотиками. Поэтому пусть лучше пьют алкоголь. Он вроде менее вреден, чем, скажем, героин и прочее. А так вот они все пойдут, этот самый героин. У меня был в пединституте, я одно время поработал, был мой оппонент, завкафедрой пионерской работы, была такая кафедра пионерской работы в пединституте, Леонид Яковлевич Мирович. Этот Леонид Яковлевич, он был такой талантливый пропагандист культурного питья, что просто его это надо поискать. Он весь такой кругленький, такой весь, понимаете, пухленький. И вот он, эх, вот хорошее вино, да не то, а что вы, водку не идет, хорошее вино, ребята, вот это такое, а вот это вот так, а пить надо вот так, стакан держать. Я вам говорю, я говорю, кандидат педагогических наук, он каждый год считал 700 лекций. В школах, в техникумах, в ПТУ, о культурном питье, вот этот вот для ютягчика. Я поинтересовался, почему 700? А со 701 уже денег не платили. То есть там 700 можно было прочитать, а уже даже, то есть он тут чисто, он зарабатывал, за каждую лекцию ему в те годы 10 рублей платили. Ну вот представьте, 700 лекций, 7 тысяч зарабатывал, просто так, из-за того, что якобы пропагандировал культурное питье. Как вы думаете, какой он урон нанес на? Это же в педальской духе. Ведь сволочь, он сидел и на самом месте, на таком году. А в кафедре пионерские работают. Пионер-мажат, это же он как-то, он их и готовил к этому. И вот этот Леонид Яковлевич, когда уже началась борьба за трезвость, ему хвост прищинили, а я уже был в дет институте, и все уже студенты на нас сориентировались на трезвом, а ему же надо отрабатывать. И вот он выступает и говорит. Вот тут некоторые на меня намекают, значит, требуют, чтобы там типа сухой закон винить, что запретили. А я сижу втихаря там, в уголке спрятался, он меня не видит. Ну что это за глупость? Ну как это так можно убрать алкоголь? Вы сами подумайте. Ведь они же начнут ваксу сапожную есть. Они начинают, начнут там, ну, то есть ваксу есть начнут сапожную. Как можно убрать алкоголь? Я поднимаюсь и говорю. Леонид Яковлевич, ну если вы начнете ваксу есть, я и не говорю. Я не буду есть. Я говорю, как не буду? Вы что-то сказали, ваксу будут есть. Я не буду. А кто будет? Они будут. Кто они? Вот они будут ваксу есть. Я говорю, ну если какой-то начнёт вики, вот уже до того добился, что будет ваксу сапожную есть, ну пусть наестся. Мы его похороним и напишем. Вот этот дурак наелся сапожный вакс и все будут знать. Вот нельзя убирать другие страшные наркотики. Понимаете? Появятся другие страшные наркотики. На самом деле всё с точностью-то наоборот. В Голландии обследовали 10 тысяч наркоманов. У них официально разрешена наркоман. Ни один из 10 тысяч не начал курить эту травку. Ни один. Все начали. Сигареты, вино, водка, пиво, а потом уже травка. Понимаете? У всех. Вот он. Славый наркотик. Пролагает дорогу. Это закон совершенную. Любой слабый наркотик. Пролагает дорогу. Наркотик более сильный. В 88-м году начали открывать магазины. И вражьё скрутило на нет всю антиалкогольную компанию 85-87-го года. В 88-м году все эти единоиды, они перекрыли компанию. И началась пропаганда опять битья. И меня пригласили на августовское совещание учителей в Заяцовский район. От Академгородка, это, я не знаю, километров 80 надо ехать на четырёх транспортах. Меня пригласили, чтобы я выступил на этом совещании в августовском. В 88-м год уже пошёл откат. Уже начали магазины все открывать. Уже всё. И я приезжаю, я опоздал. Я опоздал и сел сзади, с краешку, и сижу. А они, на августовское совещание выступают, директора, отчитываются, школа готова, отремонтирована, готова доценить учёбы, принята комиссия. Ну вот это, да, всё, 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 так положено. Я сижу. И тут выходит такой моргатый директор. Доложился, что всё отремонтировал. И потом он перешёл к самому главному, ради чего он вышел на эту трибуну. Не могу не сказать об этой так называемой трезвости. Это что за трезвость нам три года втюгивали и навязывали, так сказать, эту трезвость? Это что за такая, так сказать, ерунда тут? У меня, говорит, первоклассники начали клей нюхать, начали таблетки глотать. Трезвость эту нам понавязали, понимаете? А все сидят, головой кивают. Всех же уже убедили, что трезвость вели и начали клей не уходить, таблетки глотать. А я с последнего ряда встаю и говорю, чего вы там брешите? Я, райком, учителя, директора, полный зал. Я говорю, чего у вас в трибуны брешили? Он разразил. Я говорю, вы хотите сказать, что раньше у вас первоклассники пили водку, а водку убрали и они начали клей нюхать и таблетки глотать? Вы же это хотите сказать? Да я говорю, вы, наверное, впервые сами в жизни огрызвели, увидели, что в школе-то творится, понимаете? А как это ловко? Водку убрали, первоклассники начали клей нюхать. Какая связь-то между этим, наверное, есть или нет? В огороде, а вот людям внедрили что-то. Ясно, что это глупость. Еще я вам хочу сказать об отношении населения к вот этим мерам 85-87 года. В 88-м году у нас по Восточной Сибири ходил агитпоезд ЦК Комсомола молодогвардейец. Он весь раскрашенный, вагоны, там, значит, игровая комната для детей, там ансамбль, лекторы. И они ездили по станциям и читали лекции, там концерты устраивали. Ну, вот такой агитпоезд. И в 88-м году посвятили агитпоезд здоровому образу жизни. И на этот агитпоезд из Москвы и Питера приехало 15 профессоров, докторов наук, наркологов. Здорового образа жизни, наверное, наркологи против пьяцы, доктор наук, наркологи, их туда привезли. А я из Новосибирска, меня тоже туда сумели втиснуть, ребята наши, ВСТК Комсомола. Я один приехал из Новосибирска на поезде, а эти с Москвы не самолеты. Я подхожу, стоит на 86-м пути этот агитпоезд в Красноярске, я его кое-как разыскал, подхожу. А главный инженер этого поезда, молодой парень Сережа Еленко, он фанат наш, понимаете? Он у меня увидал, ждал, да, ой, Владимир Георгиевич, да сколько лет тебя мешал. Он слушает, говорит, вот эта вся свора, человек, говорит, мозги пудрит активу комсомольскому городскому. Поехали, говорит, скорее туда. Мы хватаем, говорит, такси, едем в Краевой комитет Комсомола. Заходим в полный зал комсомольских этих самых активистов. Ну, секретари комсомольского, всех собрали. И сидят 15 этих профессоров, и сидит первый секретарь Кройкома Комсомола, и они пудрят мозги. Что все это ерунда, что направление на трезвость это ложное, что надо пить, так сказать, и народ там не поделит. В общем, всякую эту лажу, а мы же опоздали тоже, сидим сзади. Ну, а народ, народ, так сказать, вообще, что за ерунда, ну, молодежь, она же вся перешла на трезвую область жизни в 85-м году, 86-го. Какой же дурак, вот очень постоянно, понимаете? А люди что-то не думают, что ты не то, вроде вот три года говорили и так, а тут вот приехали, и вроде все наоборот. Ну, ладно, ну, девчонки, отчитались там где-то минут 40. Какие будут вопросы? Тишина в зале. Никакого вопроса нет, все недоумевают. Я говорю, можно я вопрос задам? О, вопрос, вопрос возник в зале, это же для лектора, что ничто может быть лучше, чем возникший вопрос в зале, понимаете? Интерес, что-то есть. Я говорю, ну, у меня вопрос не к этим профессорам, а у меня, говорю, вопрос к первому секретарю, к райкома комсомола. Я говорю, много раз бываю у вас в Красноярском крае. И я знаю, что в 85-м, 86-м, 87-м году у вас было закрыто сотни винно-водочных магазинов. Сотни было закрыто по краю. Я говорю, скажите, был ли хоть один случай протеста населения против закрытия магазинов? Он подумал, подумал, не было. Я говорю, знаю, что сейчас в крае открывают сотни магазинов снова. Был ли хоть один случай протеста населения против открытия магазинов? Да вы что, да народ громит эти магазины, да вы у нас выйдете. Я говорю, что же вы грешите этим, друзья-то говорили, что народ не принял, народ вот это не принимает, а кто принимает? Один к другому, да, что-то, это не Жданов, вроде Жданов. Да как-то же Жданов, о, давай к нам сюда, сюда, давай к нам сюда. Да, я говорю, нет, ребят, я к вам сюда не пойду. И вот смотрите, что дальше. Это тоже очень показательно. 88-й год. Август месяц. Агитпоезд едет в город Ачинск, большой город. Приходят 16 секретарей комсомола, разных комсомольских организаций города, и каждый берет по одному лектору и везет свой коллектив. И там они выступают. Потом всех привезли назад, тут обед, и сразу после обеда собрались все эти комсомольские активисты, представитель там крайкома комсомола, они обсудили и приняли решение. Этих 15 человек людям показывать нельзя ни в коем случае. В конце концов там разорвут или попьют люди, понимаете? За то, что они говорят. А вот этот парень с бородосик одевает, вот его надо по максимуму. По максимуму его надо использовать как только можно. И после обеда собирают всю эту лекторскую группу и говорят. Ну, сегодня у нас отдых, так сказать, вот, будет отдых, а завтра мы едем в Шарыпово. А в Шарыпово мы вообще устроим вам баню, устроим вам то, все, пятое, десятое. Ну, эти все, ууу, нет, без этого. Эти все, уууу, ууу, хорошо. А вы, Владимир Владимирович, у вас в Шарыпово первая лекция в 8 утра, вторая в 10, третья в 12, четвертая в 2 часа, пятая тогда. И еще, говорит один директор совхоза, Христа ради просим, он барана нам даст, но поедет, чтобы вы там вот уже и выступили все. Вот этих раз через чертпал. И вот мы едем, они их вообще не выпускают на людей. Но самый, ну, этот самый просто, едем в Саянокорск. Там железный, Енисей, железная дорога и автомобильная дорога. И на 2 часа поезд опоздал. И мы едем. Ну, милицейская машина с сигналами поравнялась с поездом. И в этот самый матюкальник кричат. Остановите поезд, остановите поезд. Жданов есть у вас на поезде? Есть. 200 медицианеров уже полчаса ждут его лекции, так сказать, а я вроде не надо. Я вот вам еще раз говорю, что у народа на самом деле люди понимают, против кого направлены. Ну, родно, сам он пьет. За детей-то, за своих душа болит, понимаете? Я в любой аудитории спрашиваю, кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили? Ну, если, ну, кто-то хочет, чтобы твои дети пили. Вот скажи, курили, наркотиками, кого-то. Нет таких людей. Ну, так давай думать, что делать. Я помню на обсуждении, которое было по Первому каналу, а там есть такая Донцова, ну, это вообще какой-то кошмар. И я встал и говорю, я говорю, вот давайте спросим у людей, кто хочет из вас, чтобы дети пили? Вот давайте здесь найдем таких, решим вопрос. Чего это вопрос? Кто ни разу не пил? Поднимите руки. Ага. Ну, никто не поднимает? А, он поднял и тоже пил, и тоже пил. То есть, она, понимаете? Кто ни разу не пил? Чувствуете, как вопрос? То есть важно, как сформулировать вопрос. Если мы вопрос сформулировали грамотно, и ответ на него будет грамотный. Самый шедевр об этом, в начале прошлого века в Америку первый раз приехал римский папа. Папа приехал. Римский. Римский, правильно? Римский папа приехал. Он приехал на пароходе, и спускается с трапа, тут его встречают, тут куча журналистов и прочее. И тут к нему подлетает журналист и задает вопрос. Как вы относитесь к проституции в Америке? Ну, папа так замешался, в общем-то. Ну и так, что вы как говорите? А в Америке есть проститутки? Спрашивали. На следующий день все газеты напечатали огромные заголовки. Первый вопрос папы на американской земле, есть ли в Америке проститутки? Понимаете? Первый вопрос, который он вообще задал в этой Америке. Я говорю, интересно. Как задать вопрос? Задали грамотно, получили. Задали, можно получить все, что угодно. На этот вопрос, да. Значит, следующий мисс. Чем заменить? Чем заменить алкоголь? Надо с чемом заменить, понимаете? Я... Значит, чем заменить? Вопрос серьезный. Я когда совершенно случайно, в 83-м году, начал читать лекции на эту тему, я сам в физике, я никогда к этому отношения не имел, ну, в школе разве что про спирт читал. И мне задавали вопрос сразу. Ну, хорошо. Вот вы предлагаете у народа отобрать сосну с водкой. Я говорю, да. А вы подумали, чем заменить? Ну, чем заменить? Куда народ дожит? Время. Куда народ денет? День. Я говорю, ну, как куда? Ну, будет детей воспитывать, книги читать. Ха-ха-ха-ха, алкаши, детей, ты все, дурак. Спустя, наверное, год я уже ждал этого вопроса. Всегда его задавали. Чем заменить? И когда мне задавали вопрос, чем заменить, я отвечал, да. Вы знаете, за этот год, говорю, под действием вот этой угловской пропаганды, у нас в Академгородке более 10 тысяч семей перешли на трезвый образ жизни. Около 40 тысяч человек. Вы знаете, за этот год, ни один из 40 тысяч не подошел ко мне и не задал этот глупейший вопрос. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, куда мне деть время, или тем более, куда мне деть деньги? Есть проблема свободного времени у человека пьющего? Да, есть. Звучит она так. Как свободное время убить? Как его убить, понимаете? В баре, в пивом, там, так, убить это время. Есть проблема свободного времени у трезвого человека? Да, есть. Звучит так. Где взять? Где взять свободное время? Вы дайте мне еще 24 часа в сутках, и я найду, чем, чем занять, так сказать, с пользой для себя и для страны. Ну, а что касается денег, ну, наверное, трезвый человек не выбросит деньги, которые раньше продевал, правда? Он найдет их достойнейший применение. Вот наш тоже очень классный пропагандист, трезвости, Загоройка Николай Григорьевич, царство его небесное, он на этот вопрос отвечал так. Он говорит, вопрос мне представляется следующим образом. Я иду по улице и смотрю, три хулигана пинают, бьют человека. Пинают, бьют его. Я подбежал, раскидал этих самых, все. А человек поднялся и говорит, ну, а чем ты меня заменишь? Замени чем-то. То есть я же в пределе был, меня пить. Все, а ты разогнал, замени мне, замени мне, как говорится, удовольствие. Что за глупость? Человеку жить начнет, жить начинает. Эту отраву убирают, они начинают жить как человек, а не как животное. Следующий миф о том, что торговля алкоголем – это огромная прибыль в государстве. Более того, даже люди некоторые пьют, я патриот, а я же пью свою водку, так сказать, я же патриот, я же государству дохода даю. На самом деле никакого здесь дохода нет. Академик Струмилин при советской власти очень скрупулезно и очень ответственно посчитал, что каждый рубль дохода государству от продажи алкоголя – минимум 3 рубля убытка. Это не считая стыки. 3 рубля минимума убытка. Я говорю, американцы дают 1 к 8. На 1 доллар прибыль, а 8 долларов убытка американцы дают. Алкоголь разоряет страну. Другую страну алкоголь разоряет. Мы вот как-то сидели, Евгений Михайлович делал тоже у нас, бежал. Сидели и вот думали, ну а как вот заменить, то есть с чем вот эти рубли-то пьяные, надо же бюджет как-то там, вот сидим и думаем. А один сынишка нашего активиста, ему наверное лет 12, он сидел, слушал, слушал и говорит, А я, говорит, не пойму, о чем вы спорите. Ну мы сразу раз, ну владенец, наверное, сейчас истину-то скажет, и он нам сказал истину. Он говорит, о чем вы спорите. Мы говорим, ну как о чем, вот об этом. Он говорит, о чем тут спорить. Он говорит, давайте завтра все пиво, бино, водку выльнем в овраг. Все выльнем в овраг. Чего у нас послезавтра будет меньше? Хлеба будет больше, мяса будет больше, порядка будет больше. Жить все сразу станут лучше, правда? Так а почему, говорит, не выменили до сих пор? Считайте, ну понятно, что убери его вообще. Все же станут жить лучше, это же очевидный шаг. Очевиднейший шаг. А почему? Да потому что есть силы, которым это очень надо и выгодно. Очень надо и не выгодно. Это мафия, которая действительно имеет гигантские деньги. Она ведь в больничной виске-то не оплачивает мафию, правда? Она же людей-то не хоронит, она их просто спает. Деньги в карман кладет, а остальное, давай общество само решает вопрос. Мафия ей действительно выгодна, тут никто не спорит. А для людей это разорительно. А при царском, при царе был интересный случай. Был такой депутат Государственной Думы, Челышев, 150 лет ему вот, в этом году исполнилось с дня рождения, в прошлом году, Челышев. Это был такой пропагандист трезвости, знаете, салитки, какие он речи толкал в Государственной Думе, как он обличал всю эту сволочь, которая там сидела, которая народ спаивала. Так вот этот Челышев, он оказывается был председателем Совета промышленников Самарской губернии, в Самаре. И он как-то собрал всех промышленников крупных Самарской губернии и сказал, от Самарской губернии каждый год в царскую казну идет акцист, там 2 миллиона рублей, ну, золотых рублей, большая сумма. Он говорит, давайте мы, промышленники, скинемся, 2 миллиона, что там? Отправим в Москву, 3 миллиона скинемся, отправим в Москву, но только чтобы у нас алкоголь не продавали в Самарской губернии. И все промышленники проголосовали, давайте скинемся, потому что для них-то это разорение, в заводах, на предприятиях алкоголя, это же сплошное разорение. Отказались. Витта отказался, не 2, а 3 ему миллиона, на, ему не надо, ему не надо, ему надо, чтобы пить, понимаете, вот чтобы пить, чтобы дураками пить, вот что такое. Поэтому это миф, это миф очень опасный, особенно, я говорю, пьющий человек глубоко убеждет, что да, он приносит государственную пользу, денежки эти пробивают. Я как-то был в Сыктывкаре, давно-давно, и как раз дефицит был страшен, и водка тоже была в дефиците, просто водка там, что-то, я уже не помню, но вообще не было ее этой водки. И меня один наш соратник, парень, он у меня курсы проходил, позже, ну, трезвый, и он говорит, Владимир Ильич, съездим к нам в строительную бригаду, у меня, говорит, там все пьют, надо мной все типа издеваются, ну, а вы бы приехали, и мы там что-то побеседовали, мне все сказали в этой самой, я приезжаю, зима, они отделывают дом, ни окон нет, там сквозняки, там холодина, там, ну, условия, ну, просто ужасные для работы. Ну, и в обед собрали всю эту бригаду, я говорю, а сколько вам платят за эту работу? Ну, там, по 300 рублей. Ага, по 300 рублей. А водка с левой 10 рублей бутылка. Я говорю, а если бы вам вместо 300 рублей, я бы сейчас предложил всем по 30 бутылок водки вместо закладки, вы бы согласились? Согласились? Все согласились? Все согласились водку, вы тут по 30 бутылок дали, ну, с валютой? Все согласились? А себестоимость бутылки водки при советской власти было 36 кг. Продавали за... Вместе с бутылкой, кстати, вместе с бутылкой 36 кг. А продавали за 10 рублей. А стоило 36 кг. Ну, теперь водой разграл, куполил, да продавать, что так? И я встал и говорю. Люди, говорю, вы русские и нерусские. В каких скотов вас превратили и идиотов, что вы за 7 рублей готовы вот здесь вот, вот здесь вот, на этом морозе, вы знаете, здоровье свое. Стоимость этих 30 бутылок 7 рублей. Вам не 300, а 7 рублей. И вы согласны, чтобы вам 7 рублей за это заплатили? И они тоже через то у них отпал. Действительно. Ну, как, как, так вот превратили в наркоман. А наркоман за наркотик любые деньги от нас. Ведь это же самое приятное. После оружия ты, ну, это наркотиками торговали. Дальше. Следующий. Следующий у нас. Значит, есть закон. Закон саблиологии, что на ситуацию алкогольную очень сильно влияет религиозное составляющее население. Очень сильно влияет религиозное. То есть, если религия трезвая, то будет странно трезвая. Ну, по крайней мере. Если религия не борется с алкоголем, то, естественно, такую страну испоить можно. Вот мой товарищ, он был в Индии на работе, на общественном институте. И у них, говорит, на крыше, на чердаке, стоял огромный бак со спиртом. Огромный-огромный бак со спиртом. И кому надо спирт для работы, все приходили туда, краник отвернул, бутылочку налил для работы, как заедал. Никому в голову там не приходилось, что этот спирт пить можно. Никому даже в голову не приходилось, что вот этот спирт пить. Представьте, у нас на чердаке, в открытом доступе, была бы вот такая бадья огромная со спиртом. Понимаете? Сознание у людей, что это я, нормальный человек, ни в коем случае в рот брать нельзя. Вот так вот у них есть. Есть еще закон, что все негативные последствия, связанные с употреблением алкоголя, практически точка в точку, связаны с душевым употреблением алкоголя. То есть не никто конкретно, а вот в среднем, как народ пьет, вот все это в среднем так же и растет. Все так же и растет. Это тоже закон. Закон. На алкогольную политику очень сильно действует политика государства. Государство может принять меры, и чтобы это дело все ушло. Это вещь регулируемая. Значит, еще мифы. Еще мифы. Мифы, что алкоголь снимает стресс. Слышали про то? Это все. Стресс и стресс, алкоголь снимает стресс. Давайте разберем, что такое стресс. Пришел человек на работу, вызывает его начальника. Ты, говорит, сделал такую работу? Нет. У него стресс. У него стресс. Начальник наругал, выиграл и прочее. Премию лишил. Но, как говорил некий Шванецкий, он говорил, а у нас было. Он пошел, литр взял, и никакого стресса нет. А что такое стресс? Стресс – это перевозбуждение определенного участка коры головного мозга. Перевозбуждение. И этот участок перевозбужден и требует максимального питания. Кислородом и так далее. Понятно. А тут человек алкоголь отзалил, закупырил, и у него вот этот стресс просто умрут. Эти клетки, они в первую очередь умрут. Он их сольет в унитаз. И стресса нет. Утром проснулся, он даже не помнит, что его ругали за это дело. Опять к начальнику. Тетка говорит, ты сделал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Еще больше стресса. Но у него было. И он опять его в унитаз. Понимаете? То есть борьба со стрессом с помощью алкоголя – это просто смывание своих мозгов в унитаз. Вот и все. Просто автоматическое. Очень хорошее. Но проблема-то не решается, правда? Проблема-то в этом никак не решается. То есть, у вас кисня остается же все. То есть, надо его решать. Что надо делать? Да, стресс на руках. А ну что, иди, выполни работу качественно, доложи, получи тремя, и весь стресс уйдет. Вся наша жизнь – это же сплошные стрессы. Вообще говоря, стресс – что такое стресс? Это реакция организма на внешнее воздействие. Вот что такое стресс. Воздействие – это реакция организма. Бывает патологический стресс, болезни. Да, депрессии получают. А это нормально. Медведь вышел из леса – у вас стресс. Но этот стресс же и за бутылкой же вы сразу тянетесь, чтобы от медведя, так сказать, бежать, чтобы решать эту проблему надо. Хотя можно было бы водки два стакана глотануть и не ждать. А что, безумно, у меня нет стресса, нет, все нормально. Съедят за милую душу. Следующий миф очень страшный. О том, что алкоголь, он основа творчества. Творчество понимает, что человек творит в пьяном виде, творит. Есенин, пьяницу страшно, творит. Есенин был, я считаю, наверное, был просто трезь. С нашей точки зрения, он был просто трезь, был Есенин. И я вам уже говорил, какова была грамотность у людей. Вот в начале прошлого века, в результате того, что были уроки трезвенности. Выстояло 12 трезвенческих журналов. Люди знали эту проблему. Недаром Есенин в одном из стихотворений написал. «Словно ветер осенний листвун, осыпает мозги алкоголь». Посмотрите, поэт, какой образец. Осыпает мозг, он это знал прекрасно. Ясно, что таких бы гениальных стихов он никогда бы не написал, если бы он квасил эту отраву, употреблял. Но вот у всех, да, творчество способствует. Творческие люди все живут. Значит, это способствует творчеству. Мне рассказали один раз одну историю, интересную на эту тему. Алкоголь, наркотики и творчество. То есть, как они, так сказать, влияют. В Америке студенты начали нюхать наркотик, который называется ЛЦД. Синдетический наркотик. Они его в ложечку кладут, с зажигалкой поджигают. Нюхают туда, они с ней отрубаются. И там у них галлюцинации страшные возникают. А у них был молодой профессор, математик и геометр. И они его все студенты, да вы попробуйте. Да мы с ним-то гениальные в голову приходят, когда вот это, вот это нюханешь. Это ж вообще, понимаете, там Нобелевские трени. Наконец они ему уговорили. Он сел за стол, достал эту ложечку, нагрел, нюханул. Ну такая гениальная идея его осенила. Это Нобелевское время, точно он так. Но он отрубился и упал. А очухался и не помнит. Помнит, что осенило тебя, а что осенило, нет. Ну ладно, через неделю решил он повторить этот эксперимент. Сел, положил лист бумаги, авторучку, все. Приготовился, чтобы записать эту идею. А записать на Бабаровске. И взял, нюханул. Еще более гениальная идея посетила его мост. Ну на две, два, три. И записал эту пиццу. Очухался, ползет, посмотреть, что же за идея-то его осенила. Такими корявыми буквами была написана фраза. Банан большой, а шкура у него больше. Гениальная осенила его банан. А шкура-то больше, вы понимаете даже. Это же как-то. Вы понимаете, у людей под действием алкоголя у них резко снижаются умственные способности. Но зато резко повышается самооценка. Понимаете? То есть самооценка растет по национальному градусу и выпитом. Обратите внимание, как вот пьяницы общаются с друг другом. На пилицию начинается политику. Геннадо, геннадо, геннадо. Он слушает, думает, дурак же ты. Вот я сейчас скажу, на котором вообще и сран, перехватывает и сран. Сбоку посмотришь, два идиота. Но два идиота общаются, понимаете. Причем каждый раз одно и то. Вот что интересно, каждый раз они в одном и том же русле этот свою идею отстаивают какую-то, а тот свою. И вот они сидят, гениальные люди. Гениальные люди. У нас, кстати, академик Упров, когда к нам в академгородок приезжал, его пригласили в училище военное. Пригласили военное училище. Курсанты сидят. Ну, выступили, им все рассказали. И один пишет записочку. Правда ли, что алкоголь способствует, так сказать, половому, ну, для мужчин. Ну, все ха-ха-ха, углов зачитали песню. Он говорит, рано хохочет. Рано говорит, хохочет. Дело в том, что, говорит, под действием алкоголя у него центр этого желания нарастает, а возможности резко падают. То есть, вот получается, возможности резко падают, а желания нарастают. Так что имейте в виду. Да и потенции тут совсем рядом от алкоголя. Она вот рядом тут ходит, вокруг. Тоже немаловажнейший фактор. Вообще, насчет алкоголя и творчества, очень важная тема, очень важная тема. В городе Томске живет профессор Леонид Ильич Попов. Он участник войны. Инвалид войны. Никогда в жизни ни грамма алкоголя не употреблял. И когда у нас началось в 83-м году массовое трезвенческое движение, мы узнали, что есть такой замечательный профессор в Томске. И мы пригласили к нам. И он в университете студентам прочитал лекцию под названием «Алкоголь эмоций творчества». После этой лекции студенты собрали 3000 подписей, отправили в ЦК КПСС с требованием эту лекцию опубликовать во всех газетах Советского Союза вот эту лекцию Попова. Вот во всех газетах ее опубликовали. Что ж такого интересного рассказал профессор Попов? А рассказал он следующее. Рассказал он следующее. Он говорит, что такое творчество. Что такое творчество. Человеку дают задачу. Дважды два. Что вы скажете? Четыре. Это творчество? Нет. Какое это творчество? В голове есть таблица умных. Дважды два. Человека просят сделать то, чего он уже делал. Это творчество? Нет, не творчество. И вдруг человеку дается задача, решение которой в голове у него нет. Ну нет в голове. И вот тут начинается творчество. Начинается творчество. Особенно это видно хорошо на экзаменах у студентов. Студент садится, отвечает вопрос, ставим на задачку. Ему задаешь один дополнительный вопрос. Он был на лекции. Он вспомнил, рассказал. Второй вопрос задаю, который был на семинаре. Он посидел, подумал, вспомнил, рассказал. И тут я ему даю третий вопрос, которого точно не было ни на семинаре, ни в лекции. Он сидит ищет, а там в голове-то нет этого ответа. И вот тут начинается творчество. То есть надо же ответить, надо же где-то взять этот ответ на эту задачу. Как выглядит этот акт творчества? Элементарное акт творчества выглядит в следующем образом. Человек получает задачу, решение которой у него в голове нет. Я сюда буду откладывать время, а сюда буду откладывать эмоции. Вверх положительные, а вниз эмоции будут отрицательные. И вот человек получил задачу. Ее надо решить, ответ ищет, ответа нет. И человек начинает на себя сердиться. Ну как так? Ну и должен себя решить. Ну где-то ж как-то ж надо сообразить и сделать. И у нас в голове есть такой, такой есть орган, гипоталанус. Он такой маленький, с мизинец. Он отвечает как раз за эмоциональное состояние человека. И вот этот гипоталамус дает приказ, и в кровь выделяется значительная часть вещества, которое называется норадреналин. Этот норадреналин отвечает за отрицательные эмоции. И вот этот норадреналин поступает в кровь, человек сердится, ему плохо, он думает, ну как, ну что? И его эмоциональное состояние падает, падает вниз. И вдруг в какой-то момент времени у него включаются в работу все миллиарды клеток коры головного мозга. Миллиарды. И он находит решение. Вот этот момент называется миг озарения. Когда миллиарды клеток включаются в работу и находят решение этой задачи. Вот это творчество. Причем в этот момент люди это чувствуют. Окружающие люди это четко чувствуют. Я как-то в мозговых штурмах принимал участие. Все думают, что как раз все замерли и на одного смотрят. Они поняли, что у него озарение произошло. То есть он сейчас ответ скажет на эту проблему. В этот момент, когда идет миг озарения, по организму, по всему идет такой мощный электрофизический импульс, сопротивление указательного пальца в два раза падает. Вот прям стрелка туда уходит. То есть это вот озарение. И как только это озарение, гипоталамус тут же прекращает выработку норадреналина и выбрасывает в кровь огромное количество вещества, которое отвечает за положительные эмоции. Серотонин. И у него эмоции вскакивают до беспредела вверх. Эврика, ура, нашел, открыл, понимаете? А потом идет спад эмоций. И вот это называется торжество победы. Торжество победы. Вот элементарный акт творчества. В науке он известен. Причем человеку очень полезно творить. Это очень полезно сказывается на его здоровье. Вообще на его здоровье, если человек вдруг творцом становится, находит что-то такое, заставляет мозг работать в таком режиме. Выяснилось, что если человек один раз в две недели употребит кружку пива или стакан вина, у него работа гипоталамуса блокируется минимум на две недели. И две недели он в интеллектуальном отношении ниже обезьян. Он может делать любую рутинную работу дважды 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 но вот что-то новое создать. Вот это творчество, оно полностью у человека заблокировано в голове вот этим алкоголем. Даже стакан вина или кружка пива. Рассказываю про себя. Я был научный разработчик, кандидат наук. На каждый праздник у нас традиция в лаборатории были специальные люди бездари, но они все организовывали вот эту пьянку, ну, чтобы всех уравнили. И вот эти бездари на каждом празднике по рулю собирали, приносили поэлла, и чтобы все собередили, чтобы все пилили. После каждого праздника я две недели не мог вернуться к нормальной работе. Не мог. Да, крутишь установку, какие-то там снимаешь данные, но вот надо сесть и обработать, то есть понять, что из этого следует. И такое ощущение беспомощности. Вот сидишь, ну вот кажется, ну вот еще чуть-чуть и я пойму в чем там. А не получается, озарение не происходит. Бросил, берешь тряпку, трешь там установку, через две недели и голова заработает. Только через две недели. У меня разрушена алкоголем связь, а я же был культурно пьющий, разрушена алкоголем связь через девять месяцев в мозгу только постановилась. Девять месяцев трезвой жизни, я как это определил? Я в детстве с трех раз запоминал любое стихотворение. А ведь, с трех раз начали тогда меня культурно приобщать, я полностью потерял способность наизусть стихотворения запоминать. Полностью. Песни мог, вот с мелодией мог. Просто стихи запомнил вообще не мог. Спустя девять месяцев я вдруг обнаружил, ко мне вернулось свойство стихи запоминать, наладить. Вот эти связи. был такой академик Ландау, физик-теоретик, лауреат Нобелевский пыль, кстати. И он написал книгу автолиографическую, и в этой книге он пишет. Он был вообще-то трезвый, но он пишет, когда меня на Новый год уговаривали выпить этот фужер шампанска, я весь январь не мог вернуться к творческой научной работе. месяц не мог вернуться, понимаете, уже шампанска превращает человека в дурака на месяц. Да, рутинную работу можно, творчество блокируется полностью. на эту тему студия Киев научки они сняли фильм о поведенческих реакциях одномесячных поросят. Давно он сказал. Эксперимент был простой. В отдельный вольер поместили 10 поросят одномесячных от разных свиноматов. 10. Поросятов в вольере чуть-чуть пободались, чуть-чуть, так сказать, посоперничали и вдруг поросята сбились в стае. Как в природе. В стае начали жить. Выделился вожак стаи. Не самый крупный, но этот самый умный поросенок стал вожаком. Первый поросенок, второй, третий, десятый. И зажили стаи. Приносят корыто с кашей, первым вожак есть, вторым, первый поросенок, десятый, последний. Ну все по справедливости, как в природе и положено. И тут кому-то пришла в голову глупая мысль. В это корыто с кашей вывели трехлитровую банку пива. Размешали и поставили. Подошел поросенок, вот такой поросеночек. Подошел, он нюхал, нюхал эту кашу. Нюхал, нюхал. Налево смотрел. Нюхал, нюхал, направо. Нюхал, нюхал, вверх смотрел. И наелся кашей с пивом. Вслед за ним уже не нюхая, вся поросячая стая наелась этой кашей с пивом. И поросята одурели. Самый маленький бросился кусаться на вожака. Пизг, грамм, кровь. Поросята друг друга боятся. По углам разбежали, швук, ну как в пивной. Все как в пивной оно и произошло. Три дня поросята залезывали рано. Три дня. На третий день они снова сбились в стае. На четвертый день решили повторить этот эксперимент. Взяли кашу, привезли, налили туда пиво, размешали, поставили. Подошел вожак. Нюхал, 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 налево смотрел, нюхал, направо смотрел, нюхал, вверх смотрел, а потом взял пятачок и перевернул это корыто. Они думали, это случается. Опять кашу, корыто, пиво. Он как только нюханул, он ходом перевернул это корыто. Вы представляете? Одномесячному поросенку с вот такими мозгами и тому ясно, что с этим пойлом, корытом делать. Перевернуть его раз и навсегда. А некоторым государственным мужам до сих пор это мыс в голову даже не приходит. Понимаете? Надо же добиться. Следующий радиация. Алкоголь выводит радиацию. Ну, слышали? Все. В чем тут дело? А дело в общем. Когда Советский Союз раньше Америки взорвал водородную бомбу, Америка ахнула. Такого оружия в Америке еще не было. И они запустили в научной литературе дезинформацию. Они запустили, что якобы красное вино выводит радиацию из организма. И что человек, работающий с этими всеми вещами, должен пить красное вино. Наша пятая колонна подхватила это и начала всем, кто был занят вкладом на проекте, давать бесплатное вино, пиво, 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 выводит радиацию. Выводит радиацию. К чему это привело? После того, как взорвался в 86-м году Чернобыль, проверили всех операторов всех атомных станций Советского Союза. 46% оказались с алкоголиками. 46% сидели на этих лет алкоголики натуральные. В чем тут дело? А дело в общем, оказывается, у человека, когда он облучен радиацией, у него его проверяют дозиметром, у него изменит все, мозг изменит, тело изменит и все, 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 все прочее. Ну, если не сразу, а потом, потом. Все эти радиоактивные элементы начинают скапливаться в лимфатических узлах подмышками и в паху. И человек после облучения радиации уже мозг не изменит и ничего, а изменят вот эти подмышки очень сильно, потому что там максимальная концентрация этих радиоактивных элементов. Так вот выяснилось, что когда человек выпивает стакан водки, допустим, у него алкоголь разгоняет все эти радиоактивные элементы по всему организму. Намного меньше звенит 10 тысяч человек ездило туда, строили этот сартофаг. Ну, крупнейшее строю управления у нас в Новосибирске. И все мы им дали удостоверение чернобыльцев. А к этому удостоверению полагалась прибавка к жалобам, ну, там, и вот, и всякие, ну, чернобыльцы. В 96-м году 10 лет и вдруг выяснилось, что в Новосибирске не 10, а 40 с лишним тысяч чернобыльцев оказалось. Откуда они выявились? Ну, жулики, жулики, так сказать, сразу это же канал. Решили перерегистрировать всех чернобыльцев у этого самого. И выяснилось, что за эти 10 лет 900 человек умерло из этих ликвидаторов. Ни один не умер от радиации. Все умерли от чернобы. Понимаете? И внушили, что надо уединение и поднимать. И поднимать. Вот вам понравится. А на самом деле, естественно, что он ускоряет процесс смерти человека любой прием алкоголя при радиации. Хотя, визуально можно пока выявить. Вот, позвонила, вот, извинила. Поздравляю. Давай, каждый день по стакану заливай. Глядишь и увеличишься. Кстати, интересно, Хиросиму и Накасаки, вы знаете, почему американцы выбрали как цель для атомной бомбардировки город Хиросиму и город Накасаки. Самый большой христианский офиген православный. Да. Понимаете? Казалось бы, ну сбрось на топу, на кенштаб токинский, так там сразу на льна выходит. Нет. Разбомбили Хиросиму Накасаки. А потому, что там была самая крупная дверь православная община Японии. Около двух миллионов японцев ввечили православную веру, и они бомбили православие, они не японцев бомбили, они бомбили православие на японской земле. Но японцы сумели справиться с последствием радиации. И знаете, что? Морской капусты. Вот оказалось, что морская капуста это тот продукт, который связывает тяжелые элементы и выводит их из организма. И они сумели справиться с последствием этой радиации, хотя жертвы были страшные. Жертвы были страшные. Так. Насчет вот пьянства и алкоголизма еще вам одну историю расскажу. Показательную историю. В 85-м году было принято антиалкогольное постановление. И в 85-м году в городе Венинграде супругом Максимовым, были такие супруги и телевизионные ведущие. Им впервые в истории СССР разрешили вести прямой эфир по телевидению. До этого запрещено было прямой эфир. Им разрешили вести прямой эфир. И они начали вести программу под названием Ринг. Каким образом? Ринг выступает два музыкальных коллектива. И дается телефон вы за этих или за этих и люди звонят смотрят передачу звонить кто победил тот. Ну впервые вот такой интерактивный опрос все нормально. И вот эти Максимова они вообще молодцы. И они решили устроить ринг между трезвенниками и культурой педейцев. И им разрешили. И кого пригласили? Углов. Ленинград. Углов. Углов говорит обязательно пригласить Жданова из Новосибирска и пригласить профессора из Какова из Москвы. А остальных мы здесь доберем. Ну ладно. Приезжаем мы на этот ринг приходим туда зал большой здесь трибуна большая вроде наша и там трибуна огромная такая же. Сплошь вся профессура ленинградская любитель она вся приехала удалить углова с этой трезвостью чтобы удавить до конца вот прям черно все впереди. А у нас мы трое сидим и человек пять он привел своих доцентов с капитры ну вообще никого у нас нет и мы вот стали начали вроде как воевать за трезвость вот с этой гигантской массой. А ринг был такой там значит две команды и судья главный судья сидит который значит руководит и что-то там делал. А судьей должен был быть зам главного нарколога СССР. Он должен был прилететь в Петер и быть судьей на этом ринге. А он и задержался самолет и он опасный. А прямой эфир в 6.00 в 18.00 надо начинать а его нет судьи. Ну ладно. Берет Максимов все говорит будем начинать наш ринг. Берет бумагу у него написан сценарий берет бумагу и говорит Наверное никто в этом зале не будет спорить что алкоголизм и пьянство это величайшее зло. Я раз вскакиваю как это никто не будет я буду спорить алкоголизм и пьянство на сегодняшний день для нашей страны это величайшее благо. Наши дети смотрят на пьяниц алкоголиков которые в лужах валяются и у них в голове недоумение ну как же так ну что же это такое понимаете а самое страшное зло это культурное питье которое вот эти товарищи пропагандируют именно они наших детей в это пьянство и затягивают поэтому на сегодняшний день пьянство алкоголизм несомненно для нас величайшее благо. Все раз как опишут сидят и тут раз дверь открывается этот нарколог заходит академик о вот он вот он судья придет страда садитесь все во всем судья представили ага этот судья берет бумажку и читает нам и никто в этом зале не будет спорить что алкоголизм и пьянство это величайшее спло я такого хохота не слышал никогда в жизни люди хохотали до комиков до слез понимаете то есть а он сидит он понимает что он нам какую-то глупость сказал какую он понять не может что люди так хохочут над ним он сидит как описанный щенок этот понятие за мной а зал хохочет а те культуропедейщики до слез хохочут во время очевидной же он глупость как это сказал и вы знаете начал народ звонить 75 на 25 мы победили мы трое победили всю эту толку более того очень многие из них на нашу сторону перебежали уже за трезвость начали выступать вот вам пожалуйста отношения людей так это был 85-й год в те годы не у каждого дома был телефон понимаете телефон это была роскошь большая в те годы понимаете и тем не менее даже люди с этой роскошью никто три четверти за нас проголосовали только четверть за этих за этих культуропедейцев значит что еще что еще стоите Да, вот говорят, вот пили бы все, как, допустим, вот на Западе поют, да, пьют, там же ли пьяница, нет, на улице, не валяется алкоголика, вот там вот, да, вот во Франции, пили бы как во Франции, так бы было хорошо. Ладно, расскажу вам про Францию, расскажу про Францию. Долгие годы Франция была на первом месте в мире по рождению эффективных дебильных детей, первое место в мире держал Францию всегда. Я был когда во Франции, мы поехали на экскурсию по замкам долины реки Луар, и мы едем, и по программе заезжаем в Керевию, там харчерня немецкая, и весь автобус вышел садиться за стол, и тут же на стол ставят вино, бутылки с вино, трагу, выставляют. Ну, естественно, все эти начинают открывать, я спрашиваю хозяина, у вас сок есть? Нету. Вода минеральная есть? Нету. Что-нибудь есть? Нет, ничего, только вино, ну и вот из-под крана. Ну, 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 ладно, ну, вроде тут и все. Проехались мы, давай, с собой начали брать воду, там, на экскурсию, ну, пойдем, то есть вино в суду, у них только вино. А мы жили в гостинице, называлось Галак, а у них дети настолько ослаблены во Франции, что они не могут долго учиться, и у них раз в месяц, и три недели учатся, и в неделю этот сам, каникул. А зимой, во время этих каникул, их из сел и из городков привозят в Париж, показать Париж, ну, по ним. Туристов мало, и они все эти показывают, приобщают. И в нашу гостиницу привели весь класс из какой-то, ну, деревни из провинции. Я глянул, я ахну. Половина, это просто стопроцентные дебилы, половина, понимаете, стопроцентные дебилы. У них, правда, их называют не дебилы, а называют их дети праздника, дети праздника, дети карнавала. А что значит дети карнавала? Какому-то человеку пришла в головнусь посмотреть, а когда день рождения у всех этих дебилов? И выяснили, что у них у всех день рождения, вот в один месяц, две недели они рождались, и в другой месяц, две недели они рождались. Отмотали назад, девять месяцев, и выяснилось, что это карнавал. То есть это поваренное объянство, а не зачатие эти дебилы, вот вам, пожалуйста, они все дети карнавала. Знаете, как нам удобно, что-то дебилы называют. Дети карнавала, дети праздника и так далее. Вот вам, Франция, мы что это хотим? Мы хотим пить как во Франции? Нет, не хотим. Той же Германия, понимаете, тоже ведет, дует это пиво в Чехии. Первое место по циррозам печени, по педерастий первые места. То есть все, все отсюда идет, все оттолковляем. Все это от пива и идет. Так. Конечно, это пиво. Я вам про пиво не рассказывал. Не рассказывал про пиво. Кто про пиво не знает, подними дело. Что? Да. Так. Так. Есть мир, один, то есть это дуберплюс. Так? Так. Почему это вопрос задают? Потому что колония, 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 есть, особенно, в отрядах, колония, есть колонии. Есть работники, которые дежурство приедет, уходят за работу домой, то обязательно пьют водку. Ну, чтобы скорее помер, конечно. Распространяем, а потом... Отвечу вам словами академика Углова. Это гениальный и величайший человек заполнен. Прочитайте его всю жизнь, который 104 года прожил. И вот Углов сказал, дорогие друзья, нет и не может быть ни одного аргумента защиты алкоголя в нашей стране. Нет и быть не может. Ни одного. Если где-то вы вдруг услышите какой-то аргумент, что надо бы алкоголь оставить для того-то, для того-то, знайте, что это может. То есть научно, любой научный анализ говорит, что это лошадь и это действительно есть лошадь. Я вот как-то... Прибегает ко мне один из моих противников в институте, когда я работал. А вот, смотри, главный травматолог Советского Союза пишет, если человек попал в аварию автомобильную и у него шок, ему надо дать водку. Вот, вот, видишь, вот, водка-то подъехал, дать водку. Я говорю, правильно пишет травматолог. Правильно пишет. Если человек находится в шоке, ему надо дать любой наркотик, чтобы он не умер от шока, понимаете? А самый распространенный наркотик, как водка, пожалуйста, дам ему водку. Я тоже дам человеку в шоке, умирает, я тоже дам этой водке, чтобы он не умер. Ну, это же наркотик, понимаете? Ну, давайте мы сделаем этот самый наркотик. Вот, вроде, чтобы каждый раз водку совершили возить, надеясь на то, что ты в аварию погодишь. А аварии-то все, в основном-то, через это дело не происходит. Вот сейчас кто-то мне говорил, программу запускают, ставить в машину алкотестер, чтобы на запах алкоголя не мог завести. Ну, кто-то забыл, да, не может завести, не может, давай, а вот тестер поставим. А кто под ним будет? Ну, как, автолюбители поделят. Я говорю, давайте так, если человек попался на алкоголь, то ему обязательно тестер этот станет. Ну, а нормально будет, ну, зачем этот тестер? Ну, не надо, ничего. Личний Раскор на этом деле, пойми, что не может ее эту машину завести. Дальше. Про Францию рассказал? Про пиво. А, про пиво. Про пиво, хорошо. Хорошо. Вы знаете, я в 2004 году смотрел Олимпиаду в Греции, в Афинах, по телевидению. А всю рекламу на этой Олимпиаде откупили пивники, мировые пивные компании. В перерывах между соревнованиями на всю Восточную Европу и на Россию обязательно шла реклама пива. А вслед за рекламой пива обязательно шла реклама таблеток от импотенции. Пиво, импотенция. Вот прям связка шла. Мы заинтересовались, что-то тут не то. Наверное, весь мир знает, что пиво и импотенция как-то связаны. Это мы, дураки, здесь ничего не знаем. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили буквально следующее. Оказывается, при варке пива, даже безалкогольного пива, которое сейчас рекламируют, в раствор пива добавляют хмель. А хмель это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. А теперь вопрос, а чем отличается мужчина от женщины? Я когда в школе задаю этот вопрос, сразу ха-ха-ха, я говорю, правильно, молодцы, ха-ха-ха. Мужчина родился мальчиком, а женщина-то родилась с девочкой. Ответ казалось бы очевидным, а нет, не этим отличается мужчина от женщины. Основное отличие мужчины от женщины в том, что мужчина в организме мужской гормон, который называется тестостерон, а у женщины женский гормон, который называется эстродиол. Вот этим и отличается мужчина от женщины. Вот я мужчина, у меня тестостерон, у меня мужской голос, у меня мужской характер, у меня мужские наклонности, мне женщины нравятся. Кстати, только этим гормоном определяется. У меня в конце концов фигура мужская, мощный торс, А у женщин у них эстрадиол, они женские. У них мягкий голос, у них мягкий характер, у них обязательно присутствует кокетство, желание нравиться мужчинам, кстати, вот только этим гормоном определяется. Материнский инстинкт этим же гормоном определяется. У них, в конце концов, фигура соответствующая, более узкие плечи, расширенный таз, возможность выносить и родить ребенка. Так вот выяснилось, что когда любитель пива мужского рода заливает внутрь себя это пенное изделие, у него в желудке происходит простейшая химическая реакция, и фитоэстрогены превращаются в женский половой гормон эстрадиол. И у этого любителя пива смещается гормональная равновесие в сторону женского начала. А если сказать грубо и по-русски, то он из мужика начинает превращаться в бабу. У него тончает голос, у него пропадает мужество в характере, всего боится, опасается, никуда не лезет. У него пропадает интерес к женщинам, а у некоторых любителей пива начинают развиваться интересы к мужчинам. И все вот эти вот половые извращенцы, федерасты, они, как правило, масса из любителей пива в западное общество поставляется. Там уже 5 миллионов. У него, в конце концов, фигура меняется, сжимаются плечи, раздается таз, отрастает грудь. Три дня в месяц, критические дни, голова болит, иногда кровь идет, правда, через нос. 17-20 лет непрерывно попил пиво, 100% гарантированно импотенцией. Больше всех в Европе от пива пострадали Германия и Чехия. И в Чехии самая популярная поговорка, знаете, любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо, но отсыхает кончик. Кончик отсылает, тонкое наблюдение, чих про пиво-то сделает. Но еще более страшная картина, когда пиво употребляет женщина. Женщина, употребляющая пиво, у них в желудке происходит та же самая химическая реакция, и хитоэстрогены превращаются в женский половой гормон эстрогиол. И у этой любительницы пива нарастает избыточная концентрация женского полового гормона. И это страшно. Эта милая девушка, милая женщина начинает превращаться в агрессивную, злобную самку. Агрессивную и злобную. Поставили эксперимент на крысах. Взяли 20 крыс. 10 самцов, 10 самок. Поместили их в вольер. Поставили корыто с водой, корыто с пивом. Все крысы стали пивными алкоголиками. Бежали только к корыту с пивом. А когда корыто с пивом уносили, они вокруг этого места, как пьяницы, вокруг пивной собирались и выли, выли, чтобы пиво вернули назад. И когда у самок крыс начался брачный период, самцы на них ноль внимания. Самки до того озверели. Они разорвали самцов и их сожрали. Но когда ученые вскрыли самок, они обнаружили, у них у всех в 4 раза увеличена матка, и вся матка забита слизью. Это страшное дело, избыточный эстрадиол в женском организме. А теперь вспомним ту рекламу, которую еще недавно кормили по телевизору нашу молодежь. За столом сидит он и она, а между ними двухлитровый огнетушитель с этим пивом. Она-то пиво пьет, у нее то, о, желание-то растает. А он-то пиво пьет, у него-то от этого пива все же отпадает. Вот вам, пожалуйста, скандал в семье, развод. А такая простая вещь, как пиво. Долго реклама дурила молодежь. Кто бежит за Клинским, помните? Самый умный, самый красивый, самый кого девки любят. Запомните, будущие ранние патенты. Вот кто бежит за пивом. И девчонки молодые, я всегда их заклинаю. Упаси вас Господь связать свою жизнь с любителем пива. Намаетесь, жизнь будете не рад. В лучшем случае для вас это разводом закончится. Это в самом лучшем случае. Вот такая вот история про пиво. Про все можно так же рассказать, фактически. Да, вот есть еще один страшный закон для нас. Наши русские врачи в начале прошлого века обнаружили странную и страшную закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов, смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. В 10 раз. При понижении. С чем это связано? Дело в том, что у каждого человека в организме есть специальный фермент, который называется алкоголь-дигидрогеназа. Это алкоголь-дигидрогеназа. Этот ферментализм какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовали. Так вот, этот алкоголь-дигидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, вон у них бродит в желудочно-кишечном тракте, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русские по структуре питания северный народ, у нас алкоголь-дигидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному Чукче, Ханту, Якуту, Ненцу им 5 раз наливают по 100 грамм, на 6 раз они уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи обнаружили, при понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность 10 раз возрастает. Вот почему были уничтожены алкоголем индейцы во время, вот почему алкоголем за 100 лет уничтожено 62 малых народа Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже 27-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают алкоголь. Это война. Страшная война. У нас нет защиты против этого. Хотя те, которые они пьют, Молдавия там и прочее, да. Молдавия первое место у нас по дебильным детям. Всегда она у нас занимала первое место в Советском Союзе по дефективным детям. Вино? А, нет. Ее обогнала Эстония. Эстония занимала первое место по дебильным детям. Кстати, интересный момент. Казалось, говорят, экология там и прочее. Экология у нас экология. Самая страшная экология у нас была в Советском Союзе в Туркмении. Я там жил 6 лет. Там все поля залили пестицидами, гербицидами. Ну, хоп! У них самый низкий был процент рождения дефективных детей. 0,1%. Одна десятая процента. Одна сотая. О, одна десятая. Одна десятая. Самый высокий уровень. Там никакая медицина была. Ну, в Туркмении какая там медицина была. А самый высокий уровень рождения дебильных детей был в Эстонии, в Прибалтике. 9,8%. Каждый десятый ребенок рождался в Секлании над нормой. Почему? А там высокий, самый высокий уровень медобслуживания в Эстонии, в Прибалтике. Вот это же витрина наша была на Западе. А оказывается, именно в Эстонии был местный закон, который разрешал крестьянам варить пиво. Варить пиво. Официально. Они это пиво варили, дули его и рожали этих дебильных детей. На втором месте Болгания шла в них поделить 5%. То есть, Эстония и Болгания. То есть, пиво еще более страшное, чем виноват. По рождению этих дефективных детей. Кстати, нам говорят, водка, водка, водка самая страшная. Самое опасное и самое ядовитое алкогольное изделие – это пиво и шампанское. Пиво и шампанское. И человеку употребить стакан шампанского намного вреднее, чем употребить стакан спирта. Вредно спирт, но стакан шампанского вреднее. Вот давайте проведем мысленный эксперимент. Вот сейчас заскочили лихие люди, мне руки-ноги вывернули и залили мне в рот стакан спирта. Что со мной произойдет? Да меня тут же вывернет всего наизнанку. Ну я вводится в организм. Вот рефлекс. А шампанское, там этого алкоголя всего 11%. И ротный рефлекс на шампанское даже у грудных детей не возникает. А то, что шампанское и пиво газировано, вот эти вот газы, это самая дьявольская сущность. У человека процесс всасывания начинается в тонком кишечнике. Но если жидкость газирована с газа, то у нее начинается всасывание с языка, пищевода и желудка. Газ расширяет пор и всасывает. Почему газированная вода утоляет жару? Всасывание сразу. И у человека процесс одурения от водки и от шампанского резко отличается. Когда человек водку пьет, она пока дойдет в желудок, пока пройдет в тонком кишечнике. И человек потом дурить начинает, когда в кровь поступает. А когда шампанское, прямо с языка всасывается. У пьяниц даже есть крылатое выражение. Шампанское ударило в голову. Слышали про такое? Он этого шампанского хлебанул. Вот они пошли, тут же всасались, склеились электроцитики. Ба-ба-ба-ба-бах! Ударили по мозгам. Он чувствует момент, когда начали мозги разрушаться. Шампанское ударило в голову. С водкой я такого не слышал. А пиво и шампанское, бьет газировок. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку. Каждый день мне выпаиваете стакан шампанского. Я через год выползу законченным алкоголиком. Просто закончил. Поэтому самое опасное. Дети, они же ведь водку не пьют. С чего дети начинают? С пива, с шампанского. Вот начало всего этого дела. Кстати, так сколько времени вы меня что-то слушаете и не перерываете? Так, 11.33? Конец уже? А кто после меня? А что ты будешь им рассказать? Про спорт. Про что? Про спорт? Лекция будет про здорового жизни, разница спорта и здорового образа жизни. Почему, допустим, трезвенникам спортивные предприятия вообще не нужно проводить, потому что они будут как и деньги. Вот это будет лекция. Вот это же миссия. Что? Вот это же миссия. Миссия такая. Я вас слышал. Я вас слышал? Ну ладно. Ладно. Послушаем. Хорошо. Ну и последний, самый главный вопрос. А как же в церкви? А как же в церкви-то? В церкви-то? Понимаете? Иисус Христос что сделал? Первое чудо. Знаете? Ханин Горелес. Превратил воду в вино. Что из этого следует? А из этого следует, что надо пить пиво и водку. Ну сразу же следует. Превратил Иисус Христос воду в вино. Значит пей пиво и водку. Все пьяницы о этом знают. Все. А причащающие в вино, ну значит надо пить пиво и водку. И все глубоко убеждены, что церковь это дело занимается. На самом деле, православие, так же как и ислам, и как все другие основные мировые религии, абсолютно трезвые религии. Абсолютно трезвые религии. Там нет вообще места алкоголю, в принципе нет. В чем тут дело? А дело в том, что когда вы читаете библию, явно видно противоречие. Все там складывается. Правильно. А вот о вине противоречие. На одной странице написано, что в нем дьявол и блуд в вине. А на другой странице написано, что вино веселит душу. Ну как так может, дьявол и блуд и веселит душу. Мы начали этот вопрос очень серьезно изучать и выяснили, что это оказывается абсолютно неточный и неправильный перевод Библии на современные языки. Как у нас, так и на западе. Дело в том, что в библейские времена слово вино, уно, вино, вае, оно означало виноградный сок. Виноградный сок. Иногда этим словом называли лозу виноградную, иногда сам виноградный сок. И было хорошее вино, хорошее вино. И было плохое вино, которое прокислое, от которого люди дурили и болели. И всякий раз, когда в Библии речь идет о плохом вине, речь идет об алкоголе. А где идет о хорошем, где речь идет о соке. Как только это понимаешь, все противоречия сразу снимаются. Первое чудо в Хаатии Галимейской. Идет еврейская свадьба. У них закончилось вино. И они к Иисусу Христу. Сделай чудо, приводи воду в вино. И ведь он по просьбе матери, материк попросил. Он взял и превратил воду в вино. Но когда гости попробовали это вино, распорядитель свадьбы подошел к жениху и сказал, что вы за глупые люди. Все вначале хорошим будет, а потом плохое. А вы плохим, а потом далее хорошим. То есть он превратил воду в божественный виноградный сок. А знаете, сколько он превратил? 600 литров. Да что бы от этой свадьбы там осталось, если бы такое воду было. Понимаете? И так совсем. Но одно мне вот все-таки причастие, как-то вот мне все же было непонятно. Все же знают, как я это. Причащают вино. Как-то на наш тургаяк приехал один священник из Казахстана. Он сам казах, но православный священник. Но казах на национальность. Таким ученик. Он когда в Омск уехал в православную семинарию учился, казахи со зла, сожгли его дом, мать чуть не сгорела. Ну просто вот со зла, что он ушел к православным священникам. Отец Дмитрий. Мы с ним потом даже крестиками он со мной поменялся. И надо сказать, этот крестик меня от смерти в Австралии спас. Чуть не утонул, но крестик этот все-таки недавно утонул. И я ему, мы так подружились, ходили. И я говорю, ну батюшка, ну как вот, он молодой. Я говорю, батюшка, ну а как вот причастие? В одежде, да вы что, тут все чисто. Все чисто. Оказывается, согласно канону, для причастия можно брать виноградный сок только этого года. Только этого года. Второго года уже нельзя. То есть до августа месяца, а в августе месяце уже виноградный сок. Даже если он забродит этот сок, заток максимум 8 градусов. Это максимумом забродит 8 градусов. Оказывается, прежде чем готовить причастие, священник сразу разбавляет пополам водой. Это уже сколько? Максимум 4 градусов. А потом в процессе причастия туда льет теплоту и питок. Чтобы шапкой оттуда все ушло. А температура испарения спирта 78 градусов. Там полпроцента останется, ложечка 10. Никакого отношения к алкоголю это не имеет. Более того, это же величайшее таинство. Понимаете? Это не просто так. Батюшка, ну потом, если я это говорю. Это величайшее таинство. Никакого отношения к алкоголю это не имеет. Я сам причащаюсь, конечно. Ну а как иначе? И вот я в этот раз, в этот раз, мы сейчас дадим вам слово. Я принес, помните, мы тут помогали нам. И вот я принес в этот раз очень важные материалы. Очень важные материалы. Наши соратники из общего дела сняли потрясающий фильм, который назвали «Утерянное добродетель». Батюшка, у вас есть? Я дам его. Дам его. Батюшка, передайте. Утерянное добродетель. Вот все, что я вам сказал, на совершенно научной основе доказано. Начинается все со следующего. Вы мне нададите ваше время немножко. Можно? Спасибо. Можно? Не возражаете? Или вы его хотели? Слушайте. Хорошо. Значит, начинается оно со свежей притчи. Дьявол поспорил с монахом, что он к нему войдет в келью. Монах говорит, не войдешь. Он говорит, давай так, если я войду к тебе в келью, впустишь меня. Один грех смерть не совершишь. Ладно, поспорим. Утром присыпается, монах видит возле двери раненый ворон с перебитом крови. Он взял этого ворона, завел клет в келью, перевязал, а он в тот раз и дьявол убедился. Опа! Пустил. Иван ему дал условие. Вот одно на выбор. Смертный грех соверши. Либо напейся, либо пойди любодействуй с кем-то, либо у кого-нибудь убей. Вот одно из них выбирай. И монах, думая, что если он напьется, он только свою душу погубит, а как две души закроет, он выбрал напиться. Пошел в кабак, напился. Так к нему пристала легкомысленная женщина. Он пошел к ней домой, начал свое любодействовать. А тут вернулся муж. Дракой он мужа убил. То есть он все три смертные греха совершил, хотя хотел их один. И они вот в виде мультика это все показали. То есть это мать всех пороков алкоголь. Мать всех пороков. А дальше они тут пишут. Проанализируют. Шестнадцать слов на Ирике. Совершенно разных по смыслу. Все перевели в Библию как виноват. Совершенно разные слова. Но все переводили как виноват. Понимаете? Вот он был. Мы пошли весь этот там панель. И дальше мы чувствуем. Да, это... У нас до раскола вообще не было никакого. Вообще в монастыри все были трезвые. До раскола, понимаете? Там даже мысли не было, чтобы у кого-то был. Все наши святые, до раскола, они все были трезвые. И из-за трезвости наступали. И вообще Русь была самым трезвым государством. Вот здесь все в этом... В этом фильме написано. Вот. Значит, тут кто-то новин. Люди, я уже говорил. Мы в конце всяких вот таких мексикл и выступлений... Мы людям просим, если можете, помочь. Мы раньше разговаривали риски. Да нет, не все. На, 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 возьми. Проанализировали. Раздали тысячу дисков. Ни один не посмотрел. Ни один. Все вынесли. Понимаете? Потому что, чтобы посмотреть такой диск, это нужно... Огромную духовную работу душевную над собой провести. Проще каких-нибудь охвачей по телевизору посмотреть. Что делать? Нам говорят, а вы продавайте. Человек купил, вот же жалко денег. Жаба дали. Ну, не с руки нам это продавали. И тогда мы сказали, а давайте так. У нас вот есть ведомость. Люди пожертвования вносят. А мы дарим, дарим, дарим. На, подари. Дарим, иди за смотрим. Смотрим. Ну, сам не посмотрят. Школу отнесут. Там еще кому-то нас посмотрим. Поэтому мы вот так вот людям дарим эти диски. И вот пошло дело. Пошло. Ну, и у нас, то есть, какие-то деньги есть, чтобы дальше начать эти детики, дальше их распространять. И так далее. Поэтому, после окончания нашей сегодня медиа цены, если кто-то может, если кто-то, ну, кто-то уже жертвовал, ну, огромное спасибо. Кто не жертвовал, ну, можете подойти у меня исследователь, написать фамилию, сумму. Мы дарим киск, автограф, дарим значок «Трезвая Россия». Может, люди рассказывают, есть такая проблема. Сразу видно трезвого человека. Вот я вижу, сидя, человек трезвый. И значок «Трезвая Россия» на кредит. И он еще, и вот, и вот, и вот. То есть, не надо это таить все в себе. Это грех большой. Если мы знаем истинную правду, то ее надо обязательно, обязательно людям довести. Давайте так, царапины. Завтра, завтра. Сегодня будет Иван Купава. Вроде как, все ночи там до ночи будет молодежь. Народные гуляния, народный праздник. Завтра у нас в 12 часов будет закрытие. Закрытие слета на центральное поляне. Мы там будем вручать удостоверения, будем вручать медали, награждать победителей всяких спортных и прочих соревнований. Грамоты почетные будем вручать завтра. А с утра у нас будет время. И давайте так. С 10 утра до 11 часов я приглашаю тех, кто ходит на курсы по зрению. Мы с вами еще пообщаемся. Я на вопросы отвечу. То есть, время у нас было очень сажато. Значит, завтра к тем, кто по зрению, с 10 до 11. А с 11 до 12 я приглашаю всех. Отвечу на ваши вопросы. На любые вопросы отвечу, потому что вопросов много. Вы их готовьте прямо, чтобы прийти. Задать мне вопрос. Задать Валерию Ивановичу вопрос. Евгению Михайловичу. Кстати, кто написал заявление? Пожалуйста, Евгению Михайловичу. Я попрошу всех, кто подошли. Кто у нас член Международной ассоциации психоаналитиков? Встаньте, пожалуйста. Подошли кто-нибудь. Вот раз, два, два. Кто еще? Три, четыре, пять. В общем, вот шесть. То есть можно подойти к этим людям и попросить, поговорить, попросить дать рекомендацию вам, что вы, да, то есть под его ответственность, мы выпишем эти все. Ну, и Евгений Михайлович тоже, он, он говорит, знает. Он уже поднял руку, да, тоже может быть, да. Вот. Ну, а сейчас разрешите мне от вашего имени поблагодарить всех наших, кто ввел курс по сатуреологии. И Валерий Иванович, и Владимир Геннадьевич, и они прочнее, но это, наверное, не про трезвость, потому что столько людей отсюда в голове, и этот отсюда надо уметь все-таки как-то, ну, в голове хотя бы у близких родных дорогих людей нейтрализовать. Спасибо вам большое за внимание. Уважаемые соратники, кто хочет получить удостоверение для сейчас заявлять на решение, не можете не найти на решение, не трезвое первое. Сейчас, сейчас, секундочку. Соратники, еще по общему делу, кто интересуется, здесь висят объявления, видели? Сейчас. Вот подойдите, внимательно, почитайте, там объявления и, если вы хотите, кому интересно, по лицам, сейчас вам здорово, вам обращайтесь и используйтесь. Запишитесь, пожалуйста. Да. Так, подпишитесь, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот здесь у меня авторучки есть. Игорь Иванович, у вас по зрению есть? Диски нет, по зрению мы их не практикуем. Вот, спасибо. Вот, это, вот, а, нет. Эти есть. Сейчас, секундочку, я, я сейчас подпишу. Запишитесь, пожалуйста. Сейчас я значки достану. Нет, это другое, это вот, это утерянная добродетель. Сейчас. Вот, давайте. Девятнадцатую ноль, столовая номер два. Мы будем сегодня обсуждать проблему перспективы трезвичного движения России. Девятнадцатую ноль, столовая номер два. Возьмите, пожалуйста. Найте вот эту, а я вот эту возьму. Город-то не надо, все обязательно. Город надо. Спасибо большое. Возьмите, да, возьмите значочек. Возьмите еще значок. Спасибо вам большое за помощь. Сейчас я пишу. Спасибо. Я хочу. Точно, держите. Так, вы делишите. Кому? Возьмите. Так, вот, пожалуйста. Все, диск у меня в руках. Спасибо большое. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Вы тоже мне подпишите, пожалуйста. Возьмите, вот я подписал. Бавить итог. Я вам же денежку. Да, да, положите. Спасибо вам большое за помощь. Да, да, возьмите. Возьмите значок. У меня значок уже есть. Ага, сейчас, сейчас. Вы решите мне выписаться. Ага, спасибо большое за помощь. Сейчас я. Можно я тоже низку. Вот, сейчас. Я тут как раз тоже выступаю несколько раз. Рассказываю. Это вам. Сейчас. А ваш Глазовский Владыка здесь вот выступает, тоже правильные вещи говорит. Глазовский у вас Чебоксарский. А, Чебоксарский. Это не рядом с вами? Нет. Нет. В Чебоксарский похуже. Спасибо. Возьмите. 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 Запишитесь. Запишитесь, пожалуйста. Вон там ведомости. Сейчас. Спасибо большое за помощь. Спасибо большое. Спасибо большое. Это будет сегодня вечером. В церковь сходите сами. Значок, конечно, возьмите. Кто еще, кому еще не дали. О, один остался. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам тоже спасибо. Вы подойдите к Матвейкин Николаевне, в штаб. Она вам говорит, что нет. А, вы просто так? А диски есть еще, да? А, диски есть. Диски последние остался. Спасибо. Хорошо. Я сейчас значок. Спасибо. А я хотела спросить, я когда отдавала деньги, в чем-то здесь Владимир. Там мужчина сидел, и женщина книги-то была. Да. Сегодня будет. Сегодня будет. Сегодня будет. Да. Хорошо. Просто предавали вам, без ведомости. Да, хорошо. А можно вам рекомендацию положить? Вам дали что-нибудь, подарили? А не надо, у меня все это есть. Я тут же не делала, с ней есть. Можно остаться рекомендацию получить? Да, конечно. Благодарю вас. Извините, пожалуйста. Я что-то... Я подогнал, я не делаю. Вот. 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 Сейчас, сейчас, тут не записано. Давайте я этот подпишу. Тут я как раз несколько раз выступаю, они меня записывали. А горькую правду, конечно. Как вам, отец? Да, отцу Оливуда. Спасибо большое. Это пожертвование, спасибо Господи. И пару зашивков. Можно? Да, конечно, конечно. Спасибо, Господи. Своим, своим. Давайте завтра. Пойдемте. Пойдемте. Подмогу. Подписывайтесь на мой канал. А я написал здесь. Да? Вот. Диски. Ой, у меня. Диски. Я вам дышку подпишу. Очень ценно. Пробила. Делать. Я рассказывал. Желаю. Вот это будет просто. Это мой. Миф. Миф. Миф мой. Подпишите, пожалуйста. Спасибо вам большое за помощь. Да, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия. Кому заведение. Какому-то, чтобы вас рекомендовал. Найдите кому-то. Кто у вас руководитель. Женщина? Уже. Женщина. Ну, пусть Женю подпишет. Хорошо. А еще вы помните, вчера говорили о компании «Т». Да, да, да. Это сегодня подойдете к Маргарите Николаевне. Она вам дас? Да, вы запишете. Обязательно тоже. Там очень интересно. Спасибо. Вот как раз уже по лекции женщина подошла и до нее эта лекция, так скажем, полный бред практически. То есть противопоставление спорта и здорового образа жизни в общей массе для людей это какие-то несерьезные вещи. То есть это, ну так скажем, в их мировоззрении и понимании этой проблематики нет. Почему я сейчас сдавать, я наверное на логу не так могу. Еще люди не выглядят, у меня при их на кармане будет. Серега, возьми пока. Пройди по ставлу, чтобы я не улюблю, когда кричат совсем не серьезно. Коротко представлюсь, кто был вчера у меня на лекции, знаете, там больше представлялся. Меня зовут Артем Сулкунов, я сейчас в организации «Общее дело», до этого участвовал в организации фонд «Дорог без наркотиков». И по своей, так скажем, ну, жизни, да, я столкнулся со спортом, не понаслышке, то есть я знаю, что это такое. Лучше общее сделай план, Саша. Общий план, чтобы там зацеплялся. Я буду включать. Да мне надо, чтобы ты перегибали еще. Ну ладно, ставь вообще просто так, хорошо. То есть по спорту я с детства занимался спортом, до лыжной гонки, прямо со школы. И, соответственно, уже потом, когда приехал в институт, поступил в институт физической культуры, учился на учителя по физкультуре. Затем был другой период, так скажем, другой учебный, на академическую службу. А потом уже я еще раз сейчас, в третий раз поступил в институт физической культуры, опять же туда же, на магистра. И для того, чтобы именно раскрыть вот эту проблематику. Ну и, опять, еще для того, чтобы там работать, по причине того, то старое образование уже не идет для преподавателей. Если вы знаете, сейчас в институтах происходит такая ситуация, когда у них пошли рейтинги в топ. В институтах хоза-хоза-хоза, где-то идут куда-то. И если у тебя нет ученой степени, то ты, соответственно, у института, чем больше ученых, тем больше рейтинги у института. Соответственно, они все-таки с маленьким рейтингом отметают, по деньгам имеется в виду. И если ты не специалист, допустим, не магистр, не доктор, не доцент, то, соответственно, я возьму это на работу, там, может быть, после проверок каких-то там, или какими-то левыми датами. Им желательно, чтобы специалистов было больше. И, допустим, вот у нас, как он выбирается по образованию, даже такая ремарка, специалистов из образования. У нас в Уфу, да, Валерий Иванович, такой бус мощный, все его знают, но он тоже в топ. До того, как он пошел в рейтинг, сделали этот закон, так скажем, и ввели модель-рейтинг. И в этот же день практически 500 преподавателей с института улетели просто сразу. 50 со спортфаку, кто по спорту занимается. И нету их все. То есть молодежи дорогу закрыли сразу. Одним за другим бежали. И потом, когда я уже пришел к трезвости, к пониманию трезвости, за что такое, как и на основе чего. Почему я стал здесь внутри употреблять. Вчера на лекции я рассказывал, что у меня была маленькая доступность в дирек, я не употреблял, а приехал в город. И вроде я спортсмен, я тоже на первых барах не употреблял, но потом все это вошло. И мне все время, нам везде говорят, вы наверное видели, спорт против наркотиков. Вы слышали такой тезис, да? Спорт против наркотиков. То есть если вы наберете в Фейсбуке, ВКонтакте, я уже давно, правда год назад, 32 делал. 227 групп. Люди собираются в группы какие-то, да, определенные. И... Попробую. Так слышно? Нормально? Вы микробон держите поближе к рту, и тогда у вас нормально. Звучит на самом деле. Очень сильно слышит. Итак... Люди будут. 200. Только 27 это группы. То есть это группы, когда люди собрались, и они о чем-то рассуждают. Их задача именно против, ну, противопоставить, так скажем. Либо сделать трезвые людей и спорты. Они говорят, давайте в спорт. Вот вчера, кто на лекции был, они уже знают, я почему и говорю, что у лекции лучше смотреть два, да, вот так вот. Там как раз таки показано, что спорт, и вот все мероприятия спортивные, мероприятия антикопачные, антиалкогольные, они именно идут на уровне, по шучку, если кто знает, да, именно на уровне приобщения. То есть когда приобщается человек молодой к алкоголю, да, и, соответственно, вот в этой капастизе работает. Убрать приобщение. Так? Убрать приобщение. Да, только чтобы убрать приобщение. Они не работают за программированностью, они не работают с остальными вещами, там, с потребностью и так далее, но работают конкретно в этой стезе. И чтоб вы знали, допустим, миллионы так же денег, вот мы рассказывали, что миллионы идут на профилактику по алкогольной, табачной зависимости, которые идут от наркологии, да, вот это прекрасно. Вот это тоже миллионы, мы на прошлой лекции полностью это разбирали, и в это мероприятие «Анки», мероприятие «Спортивный» тоже вкладываются миллиарды денег, там даже миллион, миллиарды не он вкладывался. И все об этом говорят, что спорт ведет трезвости, там, спорт, вы не будете гурить, вы не будете наркоманами, идите в спорт. Я это все время слышал, слышал, слышал. Пока я не подбил статистику свою, да, вот по лыжам, я занимался лыжным спортом. Примерно 100 человек, я вот там упрашиваю, я знаю всех людей, там, своих знакомых, из 100 человек примерно, один стал галактическим чемпионом, потом 4 человека, ну, включая меня, занялись либо тренерской деятельностью, либо уроками там физической культуры, да, ну, учителями стали. 95 человек из 100, стали, по большому счету, болельщими, да, нашими. То есть у них алкогольное, табачное, либо наркотическое, другая зависимость. Ну, какому-то другому это будет. То есть, по сути, 5 человек как-то остались здоровым образом жизни, да, не употребляли, а 95 употребляли. И я понял, что это реально другая картина, обратно. То есть как так ведут спорт, да, ну, вроде спорт против наркотиков. И на эти выделяются большие деньги. Большие деньги, государственные. Вот если, допустим, сейчас она по-другому называется, служба. Служба по контролю и заброну наркотиков. У них прям конкретные антинаркотические акции. Все это есть. На сайте заходите. На любые, там, государственные структуры, имеется ввиду административные сайты. Да, у них есть куча комплексов разработанных именно мероприятий «Спорт против наркотиков». Прям написано, чёткое название «Против наркотиков». И это продвигается с высшего уровня. Серьёзно, вроде, продвигается. «Против наркотиков». Пожалуйста. И вот, шоу. И вот, шоу? них же на сайте. Звезды спорта против наркотиков. Конкретные мероприятия проходят. Все спортсмены, якобы наркоманы, и якобы они заотрезли здоровый образ жизни. И соответственно я задался вопросом, как так? Вроде я занимался спортом и так далее, и меня даже не берегло. Я спортсмен, я все равно начал употреблять. Я приехал в город и стал культуропитейщиком, как обычно. И вопрос-то сразу же возник, как так? И потихоньку начал разбираться. Потом, если вы наберете, допустим, а, вернее тот же декан у меня, спортфака. Я прихожу к нему и говорю, ну, давайте я все прочитаю по трезвому образу жизни. Жданов хотел пригласить нам в институт. Он говорит, не, для меня это не надо. Если, говорит, люди в спорте, то они не будут употреблять. Если он бы знал, чем вы занимались, вот жить и его рядом готовить. Там такие пьянки, просто помнят, что только не было. А для него, как будто если человек в спорте, то он все, он употребляет. Более того, фон Гор без наркотиков, да, где я работал, нам на изоплит, на реабилитацию наркоманов, героиновых, целыми командами футбольными и хоккейными заезжали. То есть, хоккей на пятерках, хлоп и на карантине. Просто. Наркоман, героин. Они только что были на соревнованиях, потому что проимали, там же знаете, да, наркотики, как это все. Рядом все друг с другом знают все. Все. И это говорит не декан института физической культуры. Говорит, что спортсмены не употребляют. Дальше. То есть, в каком институте, в каком городе? Екатеринбург, в каком институте? Екатеринбург, в какой институте? Кедагогический. Нет, нет. Он хороший, он еще нужно на Кришна наезжать, он просто в своем мировоззрении. Нет. И он, что он хорошо сделал, допустим, в институте, когда пришел, он убрал пьянки преподавателей. То есть, раньше там студенты это все видели. То есть, а там пьянки преподаватели по коридору идут, но это несерьезно. То есть, он это все убрал. В этом плане он понимает вещи. И тогда дальше что происходит? Я набираю, допустим, вижу спортсменов-наркоманов. Они же есть? Есть. Если вы наберете в интернете топ-10 наркоманов, вот прям фраза, топ-10, десятка лучших наркоманов-спортсменов, сразу вылетают известные личности. Первый, там, маратон футболист на весь мир известный. Что он употреблял? Кокаин. Дальше Тайсон, боксер, да, известный. Кокаин, марихуана, алкоголь. Андреа Гассика, теннис большой. Он на методоне сидел, на азитамине. Майт Фелкс, это плавание. То есть, Мартина Хитнес, это тоже премисиста. Лебром Джеймс, это баскетболист. Кстати, ВАДА, Всемирная организация антидопингового контроля, в 40 раз увеличила пробуху в марихуане. Знаете? Это уже несколько лет назад было. Почему? Потому что все баскетболисты, вот американские, все на марихуане. То есть, если это все взять, то их нужно не дали лишать. Но они вот эту пробуху увеличили в крови, по моей плане, в 40 раз. Нормально, да? Третий. Дальше берется, там, Том Гоун, там, Велогоча. Потом, это, Нью-Йорк-пост опубликовала, там, вот, статистику по ВМБА. Да, 20 процентов, 20 процентов, не все, да, условно привыкли к гражданам, там, все. То есть, 20 процентов, по статистике, это опубликовано в Нью-Йорк-пост в газете, баскетболисты ФНБА управляют на рекламу. Это конкретный факт, да, и никто с этим не спорит. И тогда, соответственно, вот, даже просто взять, я провел стоп-10, там, все виды спорта, да, основные, там, футбол, хоккей, вот, все такое. И, а нас призывают со всех экранов, что спорт, 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 спорт. И ваш ребенок пристанет на бумагу, он говорит, вот, пожалуйста, вы же топ-10. Как они стали, как, почему так они стали? Если бы этого списка не было, я бы там молчал, вообще вопросов не было. Это только топ-10, это уже не говорится о тех, о которых вы знать не знаете. И, более того, все эти спортсмены со мной очень жестко спорят, сразу, там, такие расприки, как-то, во-первых, на форумах, где-то, приезжали, там, с таким вот, с таким чемпием, и было что-нибудь. То есть, они сразу, ну, как, домой, да, у меня есть друзья, там, они все трезвые, а остальные, я на растрике, замолчала, сразу, где остальные, она о них не знает, она варится в своем кругу, у них там нет наркотиков, да, и нормально, как бы, это все хорошо. По политизму аппарат вот так, сейчас я скажу. По политизму аппарату. Что такое спорт? Вот, там разные, конечно, готовки, вот, из копиров, такой писатель, ученый, да, он спорт дает, вот, только от французского слова. Слово «desport», означает, оно, буквально, разгрузка после рабочего дня. То есть, вот, они работали, потом как-то разгрузились, да. Но, заметьте, разгрузка, а не нагрузка. То есть, они работали физически, да, им нужно как-то отдохнуть. А если ты пойдешь еще бегать там, то не факт, что раскрутишься. И вот, сейчас, как бы, проведем такое сравнение, мы вчера много по терминологии разбивали, да, на лице. И в этой терминологии наши прежнища тоже есть большие заблуждения, я считаю. Именно с понятием здоровый, трезвый образ жизни. Чем они отличаются? Если мы говорим о здоровье, здоровый образ жизни, то, соответственно, мы говорим о здоровье. То есть, человек должен быть здоров. Если мы говорим о трезвом образе жизни, то он должен быть трезвым, но не подразумевается факт, что он должен быть здоровым. Понятно, да? То есть, он может быть трезвым, но не обязательно он может быть здоровым. Это разные понятия, я думаю, понимание. Но в моем понимании, как я даю понятия здорового образа жизни, то есть, если ты здоровый ведешь образ жизни, то, соответственно, ты обязательно должен быть. Потому что, если ты употребляешь яды, то это уже не здоровый образ жизни. И здоровье, и трезвость, и не надо как бы развеять. Занимаешься здоровым в жизни человеку? Вот подхожу, говорю, ты здорового в жизни? Да. Акоголь употребляешь? Да. Ну, значит, ты уже не здоровый образ жизни. Разделение такое от кого-то. Именно потому, что трезвость уже подразумевает. Что дальше по спортсменам? Вот если общую статистику брать, в чем еще отличие, на что ведет спорт и на что ведет здоровый образ жизни? По американской, допустим, классификации есть 200 гимнасток, которые входят в спорты, да? Американцы, ну, в Соединенных Штатах. Это девочки, восьмом, 12-18 лет. Но, кстати, никогда не задумывались, почему маленькие девочки. В гимнастике маленькие девочки. Кто-нибудь лучше? Здесь есть самосохранение, но еще не разно. Правильно. Классики? Нет, тут вот, кстати, на самом деле, инстинкт первый, потому что они мало боятся тяжелых нагрузок и вот этих кульбитов и всего остального. И еще они по психологии маленькие. А там тренера, задача мужик максимум. И они ломают его. Прям конкретно ломают. И по психологии, ну, одна девочка, на школе, мы скажем, там мужик просто заставляет там такое крутить, что, ну, это мужику там даже самому смелому не придет в голову что-то и выкрутаст от него. А пока ребенок маленький, они его дожимают по максимуму. И вот в этой школе, да, в этих 200 девочек, 20 человек всего лишь попадают в сборную. И 6 человек в олимпийскую сборную. Представьте, это 200, то есть со всей стороны только 200 лучших выборов, потом еще только 20, а потом только 6. Вот они попадут туда. Это будут спортсмены. А все остальные чем занимаются, они там без статистики непонятно. Но они, естественно, уходят в болельщики и потом идут болеть за этих же своих. Я просто знаю по нашим спортсменам, да, Евгений Демитий, это мой друг, с которым он олимпийский чемпион стал. Мне там все звонят, поздравляют, там, нашим, там, ну, все, Дема, там, 27, ну, олимпийский чемпион, да, там. И все там бухают за него. Ну, просто мы с ним занимались, да, вместе с этими. Он олимпийским чемпионом стал, а все остальные празднуют его победили. И так же эти спортсмены. То есть они когда-то с кем-то занимались, они говорили, да он, я кого выигрываю. Я говорю, я с ним занимался, там, я туда-сюда, и так далее, и так далее. Они вот все заведут, а сами сейчас уже пьянесты, я там, наркомани. И у них такое вот движение, так сказать. Так, разобьем вот так вот, если кто-то сидит, я разбиваю спортсмен. У нас есть элисопатесы. Кто делал вставление, я проделал вставление. Спортсмен. Так, по доступности, давайте разберем, что доступно, спорт и здоровый спортсмен. Да. Зачем прожить? Да. Будем говорить о спорте? А он вообще как сказать, нет? Или профессионально? Мы будем о том и том. Потому что любительский спорт, о том, что вы говорите, он как раз поддерживает профессиональный спорт. Но еще там будем по системе разговаривать полностью. Потому что я буду разделять восточную систему спорта, русскую, ну, народную и западную. Именно олимпийские игры, соревнования, чемпионаты. По спорту, по доступности. Вот я выписывал цифры, допустим. Это опять же вы понимаете, что на спорт сегодня в государстве миллиарды выделяется. Вы знаете, стадионы строят. Простой пример у нас в Керенбурге. Но мы это еще разберем дальше, давайте не будем. То есть куда выделяется миллиард? Доступность. По минимальной размере оплаты труда в среднем стране, да, ну, 30 тысяч, пусть она будет, минимальная размер оплаты труда. Чтобы отдать ребенку в спортивную секцию, допустим, по хоккей, то нужно 4200 в месяц. Цифры много не будут, лучше надо будет просто. 4 тысячи в месяц в клубе, если они на контракт, то есть это когда уже не спортивный, там подешевле, да. Плюс экипировка, вход туда идет, получается. Ну, я в общем посчитал, я буду давать просто цифры. На одного ребенка, чтобы средний, если человек зарабатывает среднюю зарплату, да, 30 тысяч, ему нужно 50 процентов своей зарплаты месячной отдать, чтобы было отдать ребенку туда. И еще 15 процентов зарплаты потом он на содержание. Каждый месяц, это один ребенок. Если, соответственно, у вас три ребенка, то это вот 45 процентов от зарплаты. Я же вам говорю, я просто в общей цифре, я вам процентную, так вы сами у себя прокатываете, сколько, кто, где стоит. Вы это знаете из меня, да, я вам даю просто процентную. То есть половину зарплаты я должен отдать, и еще 15 процентов каждый месяц за каждого ребенка должен платить. Если у меня 10 тысяч детей, да, все, я уже зарплату не вытягиваю, чтобы отдать ребенку хоккей, чтобы он занимался. По фигурному катанию треть зарплаты я отдаю, 15 процентов также зарплаты каждый месяц я отдаю на ребенка, чтобы он там занимался. По футболу одна треть, ну тут подешевле, там немножко 10 процентов. И по факту выходит так, что футбол и спорт, чтобы отдать, он более доступен для ребенка. То есть у кого зарплата выше, те могут позволить передавать детей в спортивной серии на сегодняшний день. На СССР, да, у нас. То есть он доступен для ребенка. По здоровому положению. Какие положения? Минемы. Вообще, да, поминем. Кроссовки, ботинки, улица, там, ну, турники, если есть, турники, это хорошо, да, всегда. Для того, чтобы заниматься, ну, или палочкой дает нам, да, палочкой. Обычная палочка, 100 рублей, да, ну, прямая, по дороже. Все, не нужно никаких, там, громадных положений, там, даже спортзалов не нужно, хотя они не нужны, да, но можно и на улице заниматься, теоретически. То есть, по факту, здоровый образ жизни, этот спорт доступен для элиты. То есть это элита в основном вырастает здесь, ну, в России. Ну, доступен для всех. При том, что вы видите, там, ну, дальше отходим, что даже турники, вот я в школе хожу, там, зимние турники уже, там, ржавые все, да. Ильяна строит какой-то центральный стадион, у нас здесь кто-нибудь построили, а потом опять разрушили. Дальше. По здоровью. Что было достаточно, да? По здоровью. По здоровью. Что делают со спортом? Спорт или не для здоровья? Спорт для здоровья, в общем. Калечит. Как сказать? Спорт для лечит, спорт калечит. О, даже по голове не появилось на рынке. То есть, я даже на себе помню, я когда занимался, у меня колени были, ну, просто крещали, там, бегали с таких горлов. Там, вверх и вниз, нереально просто получал. Много людей, которые даже не стали профессиональными спортсменами, а именно здесь дни, получили такие серьезные травмы, которые, ну, их потом очень трудно будет лечить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.